Значит, мы сегодня будем говорить об Ольфее с его еврейской, про весь этот интересный миф и его любопытное отображение в рамках тех тем, которые нас интересуют, как реальная фигура человека, условно существа, как она мифологизировалась и стала мифом, причем в этом мифе, в самом варианте разночтений, фактов их существования и в качественном отличии этих версий друг от друга очень четко различаются разные подходы к истолкованию мифа про Ольфе и еврейского. Ольфейские мистерии, которые, собственно, по сравнению с тем, что мы уже о мистериях знаем, ничего особенного нового не содержат, нас будет интересовать вот что, каким образом Ольфей связан с философской традицией, с Платоном и с Прометеем, как это ни странно. Ну и поговорим мы про Блаженные острова, про Атлантиду и этот пласт мифов. Вот это будет, так сказать, любопытный пласт такой эзотерических знаний, с которыми мы с вами познакомимся, а тем более интересных, что, ну, орфическая традиция, она в основном перешла в такую плоскость, скажем, поэтическую, да, то есть по поводу Орфея и Евредики, Орфей же был музыкант вдохновенный и великолепный, по его поводу множество, естественно, существует произведений искусства, начиная от греков и кончая современностью. Последняя рок-опера Орфея и Евредика была написана еще во времена моей юности ансамблем «Поющие гитары». Не спрашивайте меня. Это был шедевр. Вот. Ну и бесчисленное количество произведений искусства, скульптур, картин, оперы, ораторий, стихов, естественно. А вот Атлантида, она в иной плоскости существует. Я не знаю ни одной оперы про Атлантиду. Или там балет. Но зато Атлантида живет в иной плоскости. Ну, Орфей – это миф, и для людей он миф. И люди относятся к нему, как к мифологическому персонажу. А вот не то с Атлантидой. В Атлантиду верят и ищут. Каждый раз находят заново. Да, значит, новые вопли, вот нашли то там, то здесь. Иной раз в местах офигительно отдаленных от Греции, в которых, конечно, не какой там Аполлодор или Платон, которые писали об Атлантиде впервые, знать не могли где-то там у побережья Мексики или Колумбии в Южной Америке. Но Атлантида связана еще с более важным пластом, о котором мы обязательно скажем сегодня. Верой в прошлый золотой век. Так, что все хорошее было позади. То есть, на самом деле, нужно восстановить прошлую благодать, прошлую гармонию, и в жизни воцарится благо. Атлантида жива. Я скажу вам, где она жива, может быть, в наших сердцах и умах современных людей. Наиболее ярко, выпукло проявляется вера в этом. Обязательно об этом скажем. Ну, давайте начнем с Орфея. Тем более, тут рисунки, которые подбирали, мы старались в основном подбирать и аутентичные, как и в прежние разы. Не современную там анимацию, да? А вот картина, скажем, рисунок на греческой Вазе. Эти стоят такие суровые воины. Склонились, да, и слушают. И Орфеев, вдохновенный певец. Кстати, поет он под созвездием, которое называется созвездием Лиры. Это он как бы... Он еще жив, но тут предвосхищена его смерть. Это созвездие потом назовут его именем. А ведь у греков разные были версии. Называли ли некое количество звезд именем героя или героини? Или создавали эти звезды в их честь? Это же тоже большой вопрос. Может быть, он поет под теми звездами, которые в его честь были сформированы. Орфей по национальности был фракиец. И жил он в севернее Греции. Но по большинству сведений в Грецию пришел, ходил, бродил, отличался изумительным голосом, крутостью нрава, музыкальностью, умением улаживать ссоры между людьми, прекращать свары, войны. И великолепно слагал песни и гимны богам. И Аполлон одарил его золотой лирой. Лира была из семи струн, а он прибавил еще две. Вот нет на свете музыкальных инструментов где было бы девять струн. Во всяком случае, тех, что нам известно, да, из древних инструментов. Ну, сейчас-то есть и больше, на какой-нибудь там рояль был весь открыт, струны в нем угрожали. Но из древних инструментов не было ничего такого девятиструнного, трудно было бы играть. А вот он из девятиструнной лирой владел. Играл он так, что не только люди, вот эти суровые воины, да, склоняли голову и плакали, да, рядом с ним за два кровопролития. Но и дикие звери выходили из леса, там, кабаны и косули. Вот видите, тут всякое зверье, да, рядом с ним. Это мозаика. Там и ворона, и орел, и кабан. И вот тут что такое, когтистая, ну, типа леопарда какого-нибудь, да. Все вот они, знаешь, к нему приходят. Вокруг него они садились, не трогали друг друга. И барфей был категорическим противником пролития крови. Он был вегетарианец убежденный, не ел мяса и не любил пролития крови. Значит, в город, где он приходил, единственное условие было его, так сказать, выступление, да, ну, концертов, по-современному говоря, это то, чтобы прекратились войны. Поэтому его обожали, как миротворца. Это великолепная мысль, да, искусство прекращает битвы. Когда говорят музы, пушки молчат. Когда говорят пушки, наоборот, молчат музы. То есть это очень верно подмеченная идея. Война, она не есть элемент вдохновения. Как где льется кровь, там, конечно, музы помалкивают. Поэтому вот Орфей был убежденным противником кровопролития. Те, кто хотел его искусством наслаждаться, должны были войны и распри прекратить. Не только диких зверей и людей, которые хуже любых зверей, как мы знаем, но даже и камни и деревья он заставлял двигаться. Когда он шел и, например, играл некую мелодию, которая увенчивалась словами «Идите же все за мной». Кто любит музы Аполлона, а он был убежденным последователем и жрецом Аполлона, солнечного блока Гелиоса. Так вот, когда он этот припев провозглашал «Идите все, кто любит Аполлона, за мной», то деревья сами себя вырывали с корнем, как Мюнхаузен за волосы вытаскивали себя. Камни сдвигались и шли за ним в такой торжественной процессе. То есть он вел за собой огромные такие полчища разнообразных тварей, людей, зверей, растений, камней. Вот такой у него был дар. Всем было интересно, кто его вдохновляет. Но вдохновляла его не дама отнюдь, а вдохновлял его как раз бог. Бог Аполлон, которому он был предан. И не замечал других богов. Особенно не любил Диониса. И вот тут любопытный момент. Помните, мы о Дионисе много говорили в прошлый раз о том сложном, странном существе этого бога. Аполлон был в противоположности у Диониса. Аполлон был бог солнца, солнечного света, ясности, прямоты, бог дня, бог логики и разума. А Дионис, значит, наоборот. Ночи, темноты, сумерек, иррационального, импульсивного, вот такого, не поддающегося расчету и логике. Которфей, музыкант, с нашей точки зрения, музыкант должен оборот быть подвержен скоростям и импульсам. А он был вот человек расчета. И дионисийские всякие штуки, вино, женщин, в качестве стимулирующего элемента, отвергал. Ему встретилась нимфа, Эвредика, которую он полюбил. И они стали жить, поживать. Детей у них не было однако. И все было прекрасно. Она была великолепна. Он посвящал ей песни, еще более чудесные, лирические. Скалы плакали, когда он пел о любви к Эвредике. Но как-то она пошла своими подругами в лес водить хоровод. А там выбежали нечестивые разбойники, которые сделали ей недвусмысленное предложение. Она его, естественно, отвергла. Тогда они бросили за ней бежать. Она в панике бежала, не разбирая дороги. И забежала в места, где обитали змеи ядовитые. И одна из змей жалила ее в пятку. Обратите внимание. Пятка в самое уязвимое место во всех древних мифологиях. В пятку будет поражен Ахил. В пятку, по библейскому проклятию, змей будет жалить потомков Евы. То есть вот пята, то, чем человек соприкасается с землей. Пятка в самое уязвимое место. Она умерла. Не сумели никому противоядие изготовить. Такая какая-то попалась змея. Кстати, ядовитых змей в принципе нет реально. Самая ядовитая змея там гадюка, от которой едва ли может взрослый человек умереть. Это миф. Но страх перед змеями был громаден. И не очень понятно, на чем он основывался. Может быть, на сказках с Востока. Может быть, на контактах с народами Востока, которые привозили с собой ядовитых змей. Например, индийские или персидские. Путешественники, маги, кудесники. Они змей с собой непременно возили. И для устрашения, и для охраны, кстати. Никакая собака не нужна, если показать, какая змея у меня есть. Никто в лавку ночью не залезет. Ну и факиры, которые змею смиряли. И умели их как-то дрессировать. Это тоже был источник зрелища дохода. Страх был абсолютно иррациональный у греков перед змеями. Вот, по мифу, померла евредика, укушенная змеей. И, как все мертвые, отправилась в царство теней вои. Орфей был безутешен. Подсказали ему боги, в честь которых слагал он песни, что надо ему спуститься в ад. Это, конечно, было ужасно и страшно для любого живого существа. А если не вернешься? Но он так любил свою евредику, что бестрепетно пошел. Играл он на своей лиле так, что и Цербер, помните трехголовый псина, который охранял эти души. И Эринии, богиня Мщеня, они же Фурии. И всякие иные злобные существа, которые во множестве этот Аид населяли. Они все заслушались. И, наконец, сам Гадес Аид, который бог и царь подземного царства, и Персифона, которая в ту пору обитала с ним, они расстроились и сказали, ладно, бери свою красавицу и уходи. Единственное, ты не должен оглядываться. Вы в курсе, да? Почему нельзя оглядываться? Вот я на этом фиксирую ваше просвещенное внимание. Никаких условий они ему не ставят, да? Не принести там барана, ни 12 литров жертвенной крови, ни золота, ни остаться у нас там летать пять бесплатных концертов, нет. Только не оглядываться назад. Это такое легкое, на первый взгляд, условие, да? Смешное. Но они его дают, прекрасно знают, что он его не исполнит. Потому что если бы они знали, что он его выдержит, они, конечно, придумывали бы что-нибудь другое. И он его не исполняет. Когда они его идут с юридикой, по этой длинной дороге. Вы помните наши картинки? По этой длинной, каменистой, темной дороге. Она же тень, и она молчит. И он ее окликает, но она не дает ему, так сказать, отзыва. И вот он догадывает, что она идет, но там поворачивает дорога, какие-то темные лабиринты. И в один из моментов у него ощущение, что она не идет за ним, она сбилась с пути. И он оглядывается. И тут она, как тень, в отчаянии исчезает. На этом основана самая патетическая часть оперы Глюкарфи и Эвридик. Одной из немногих опер, которые я смотрел. Ну, как это сделано в опере, у меня нет сил описать. Это убивает любое желание, так сказать, сопереживать самыми такими ярмарочными средствами, самодеятельными. Ну, в общем, да. Эвридику пела изумительным, божественным голосом женщина, которую надо было бы выступить за сборную Китая по толканию ядра. Вот такое существо. И изумительный голос, как всякий тенор, жил у нее где-то там глубоко внутри. Он перекатывался, как сыр в масле. Она ходила медленно по сцене, потому что если бы она пошла бы чуть быстрее, нам снесла бы все, что стоило вокруг. И когда она изобразила, значит, что вот ее тянут неведомые силы назад, ей надо было отклониться. Это была тяжелая ошибка. Видимо, вот, находясь в пылу страсти, она так немножко амплитуду увеличила. И там четырнадцать человек, этих изображающих духов, пьяных статистов, пытались ее удержать, изнемогая. Вот. И сдерживая с трудом от матов. Но потом уже она шпадает на них. Вот. А это как бы не предусмотрено трудовым кодексом. Тяжело. Я думаю... А, все писали про оперных див. Начал эту традицию Толстой, который описал театр в самых мерзких выражениях. И потом все по этому поводу изощрялись. Великое искусство состоит в том, чтобы заставить поверить, что картонная декорация – это реальная жизнь. Но в этом чудо театра и состоит. Ну, Эвредика исчезла. И все. Назад второй попытки уже не дается. И безутешный Ерфей выбрался наверх. Он хотел даже Лиру сломать, но не тут-то было, потому что она золотая, Аполлона, божественно, она не ломается. Тоже интересный штрих, да? Искусство неистребимо. Кто бы его не хотел истребить, даже сами служители искусства, которые иной раз, да, в мрачные периоды какого-то помешательства или отчаяния думают о том, что вот они перестанут служить. То есть рукописи не горят, реально. Конкретные горят, а вообще литература неуничтожима, да? Искусство всегда живет. И он продолжал петь, песни все более печальные, уже светлые лирики не пел. И вот дальше расходятся источники по поводу того, как он помер. Одни источники говорят, что стали к нему приходить женщины, одна прекрасней другой, и говорить о том, что жизнь не кончилась, смотри какие красавицы вокруг, давай выбирай кого-нибудь новое. А ему эта мысль была настолько ужасна, что он их всех отверг. И они его, естественно, за это убили. Потому что ничего ужасней отвергнутой женщины быть не может. Вторая версия дополняет первым, они как бы понарастающе идут. Что он посмотрел на этих женщин, они были все красавицы и умницы. Ну, видимо, умницы не очень, иначе бы они не пришли с таким предложением. Но красотки, безусловно, были. И подумал, что ни одна из них не может в его душе оживить такую любовь, какая была Кавридике. И по этому поводу он принял решение любить юношей в дальнейшем. И научил народ любви к мужчинам. То есть такая вот гомосексуальная связь. Этого тоже. Ему, естественно, бабы не простили. Убили его за это, по этой версии. Третья версия, самая грустная. О том, что женщины относились к нему хорошо. И не думали его, так сказать, ужасную скорбь, грустную, нарушить нечестивыми предложениями про новую связь, новый брак. Нет. Они как раз входили в его положение. И все усаживались в его ног, подобно детям-зверям, от которых, естественно, женщины уже недалеко. И, значит, слушали его песни, которые он смягчал из ужасного сердца. Но, когда он пел песни и гимны богам, он все время пропускал Диониса. А наоборот, восхвалял соперника Диониса Аполлона. Поэтому Аполлон-то ему помогал, а Дионис его не любил. И потихонечку стал его ненавидеть. И отомстил ему в присущей Дионису манере. То есть, когда в очередной раз он отказался в честь Диониса правозгласить здравицу и спеть гимн, Дионис натравил на него вот этих безумствующих вакханок, Минат, таких женщин. Мы много говорили о них на прошлом занятии, которые в вакхийском безумии бегают по полям, по лесам. И они не видят, что перед ними их любимый певец Орфей, а принимая его за кого-то другого, за льва, за леопарда, Оно, как вот, если помните, да, Юлипидо вакханке, когда родная мать не видит, что перед ней сын, а думает, что это лев, и отрывает ему голову, да, в пары и вносит в город. То есть, вот в таком, значит, припадке вакхийского безумия они его разорвали на куски, а потом они, конечно, пришли в себя и плакали, но поздно было. А музы сложили его тело вместе, а оживить уже не вышло. Вот оживить уже не вышло. Оживить можно только Бога. Человека оживить не получается. То есть, они хотели поступить как с Дионисом в свое время. Помните, его же тоже разорвали Боги, и только сердце осталось у Рей. Но когда сложили вместе, то Дионис возродился. Произошел элемент воскрешения. И Осирис в Египте возродился, собранный женой своей Езитой. Но они были Богами. Он был человек, Орфей. Правда, он был сыном речного Бога, Иандра. А некоторые говорят даже, что сыном самого Аполлона, но Аполлон его не признавал. Но вот Орфею не полагалось воскресенье. И он умер на совсем. Вот такая вот ужасная смерть. Это хуже всего. Тогда, получается, он стал жертвой мести Богов. Вот такой миф об Орфее и Евредике. Сейчас посмотрим еще несколько картинок. Вот видите, тут целый зоопарк вокруг него. Это все его, так сказать, покорные рабы. Видите, там они все собрались. И вот собачка, олень, леопард поднимают лапу. Это знак готовности служить. Знак готовности служить. А он сидит под деревом. Вдохновенный певец. Это вот то, что у него в левой руке, это тоже, на самом деле, в правой. Это музыкальный инструмент тоже. Это вроде таких погремушек. То есть, он как бы одновременно ритм задает и играет на лире. Вот такая двурогая лира, она чаще всего изображается. Реально были такие, такие находят в гробницах. Как правило, костяк делался из кости, не из дерева. Может быть, для того, чтобы это лучше звучало. А струны были, конечно, из жил животных. Синтетических материалов не знали так. Вот видите, он смиряет и мужчин, и женщин. И воины идут слева. А вот эти дамы остановились, забыли свой долг. Несут в воду. Потом все слушают его. А он увенчан лавровым венком. Лауреат. То есть, увенчанный лавровым венком. Безусловный победитель и триумфатор. Орфей при жизни во всех, так сказать, конкурсах и соревнованиях, где он участвовал, везде выходил победителем. А он путешествовал много. Он был в Египте. Он был на Крите. Он был на островах Лемнос и Лесбос. Тогда еще там не было никакой Софо. А как раз Софо, потом основательница, так сказать, лесбийской любви. Юлия не основательница, а теоретик первый. Она как раз приплыла именно на этот остров, потому что там, по преданию, была голова Орфея. И голова эта, спасенная музыкой, она исторгала из своих уст божественные звуки. Этот остров так великолепно звучал. Потому она, как любительница поэзии и изящных искусств, поселилась вместе со своими девицами именно на этом острове. Так вот, везде, где он принимал участие, Орфей, в разных состязаниях, до которых греки были великие охотники, они по любому поводу состязания устраивали. Музыкальное, поэтическое, в борьбе, в беге, в метании копья или диска, в колесничном беге. То есть, они везде стремились выяснить, кто лучше. Дух соревнований очень был присущ грекам. Это потом перешло в западную цивилизацию. Чего совершенно, кстати, отсутствует на востоке. Они вообще не понимают, почему нужно по любому поводу соревноваться. Когда можно выйти на войну, убить и все. Почему нужно каждый раз доказывать, кто лучше в какой-то конкретной дисциплине. Вот Орфей и по пению гимном, по гимнографии, и по знанию древних обрядов, и по умению восславить богов, и по сложению песен, и по песне на заданную тему, например, прославить подвиг героя, и по поводу песни на вольную тему, выбирать какую хочешь. Он везде и всегда был первым. Везде и всегда был первым. Вот потому он тут лауреат. Вот они с Эвридикой еще живой, да, видите, ходят, там эти нимфы. Он ее ведет через лес. Он существенник ничего не боится, потому что ему стоит заиграть и любой зверь самый ужасный, и любой человек самый мерзкий, даже то его ног покорные будут лить слезы. Вы помните фильм «Парфюмер»? Это типичный Орфей, только в другой плоскости. Орфей через уши, этот через нос. Никогда бы не пришло в голову человеку не XX века, то есть человеку, который вырос без ванной, никогда бы не пришло в голову, что через обоняние можно что-то достичь. Никогда сроду люди не мылись и не видели в этом никакого кайфа. Водой грехов не смоешь. То ли дело страшная сила звука, музыка. Поговорим еще о том, какое значение греки придавали музыке и стихии звучащей. Но чтобы через запах это мог выдумать только человек XX века, который понимает, как мерзко пахнет все то, что не он сам. А люди этого совершенно не ощущали. И они никак не могли подумать, что обоняние, мир запахов, однозначно животная стихия. Животное через запах напоминает. Это может человека какой-то власти над ближними привести. Вот Эвредика бедная. Нет, это Орфей. Это Орфей безутешный. Вино, это я перепутал. Орфей безутешный, когда Эвредика уже померла. Но это в отличие от оперы, которую я вам описывал. Здесь она исчезает, бедная. Ну тут она изящная девушка. Отчаяние написано на их лицах. Но сделать уже ничего нельзя. Все. Он не мог ее попросить, чтобы она шла впереди? Нет. Нет. То есть попросить то он мог. Но естественно никто бы ему на встречу не пошел. Ему сказали, иди, она пойдет за тобой. Как он мог? А оглядываться нельзя, он не мог проверить. Потому что с недавимым любопытством он и оглянулся. Тут очень много... Я доволоку с верой. Да. Ну доверие, если хотите. Потому что он им не доверял до конца. Не доверял. Важно доверять тем, кто тебя посылает. Да? Это важное качество в нашей жизни. Вот посмотрим на этот миф с точки зрения его эзотерического бытования. Я хочу... Нет. Нет. Не то, что... Слушай, я верю с нами, но дело все не наживет. Дело все не наживет. Нет, но... Леночка, знаешь, это правда? Нет. Это правда. Да. Любовь Орфея и Вредники расцвела на озере Селигер. Благодаря благотворной деятельности движения нашей и лично, мы сами знаем, кого? Нет. Ветерана войны. А змея, которая ужалила с долларом на спине и там с шестиугольной звездой, тоже понятно, откуда приносила, да? А что будет? Все правда. Что, Леночка? Нет? Это миф, миф, конечно. Но, как всякий греческий миф, он великолепно поэтичный, поэтому он так резонирует в нашей душе. Ну, что значит в нашей? Вот в нашей, так сказать, западной душе, да? Ведь масса мифов есть и у китайцев, и у индейцев, но они какие-то все немножко иные. И они все больше о богах. И человек там ничтожен. Может быть, потому нам трудно, ну, вполне настроиться на один лад, на восточную мифологию. Индийскую, китайскую, японскую. Человек там ничто. Это дерьмо. Это пылинка. Это игрушка в руках богов. А вот у греков нет. То есть любовь может победить смерть. Ну, разве такая идея пришла бы в голову восточному человеку? Конечно, нет. Он понимает, что это невозможно. Да? А греки, мифологическая нация, западная культура, говорит она, что любовь может победить смерть. Конечно, это миф, к сожалению. Но, с другой стороны, только любовь и может победить смерть. Ибо любовь воплощается в творчестве. Да? Например, я вас не огорчу, если я вам скажу ужасную вещь. Все, что мы видим вокруг, создали мужчины. Я вам говорю, как феминист. Абсолютно все, да. Кроме вот, собственно, нас с вами, которых родили женщины. Это да понятно. У нас всех создал Бог. Но вот все материальное, цивилизацию, в которой мы живем, да, от компьютера до унитаза, вот автомата калашникова до пластиковой бутылки, создали мужики. Такое дело. Но для кого они все это делали? Конечно, для женщин. Конечно. Это, безусловно, так. Золотыми буквами. Да, Аленечка, правильно говорит. Записать золотыми буквами, да. Я сам запишу, пожалуйста. Вырежу более того, да. Уля правильно обращает наше внимание. Молодцом. Оксаночка, вы записала? Да. Умничка. Да. Ну, если записала аксанитка, то не заржавеет уже все. Вот так. Вот, смотритесь в миф. Давайте посмотрим на него внимательно, проанализируем его. Орфей – музыкант. То есть, он ничего полезного не делает, он ничего не производит. Он не пастух, он не воин, он не правитель. Он не гончар, а у греков гончары занимали в социальной иерархии исключительно высокое место. Квартал Керамикос пригород Афин был самым богатым. Ибо не боги горшки обжигают, это греческая поговорка, когда как раз люди, потому что богам бабки не нужны, а гончарам как раз нужны. И греческие гончары, и вообще огромные сосуды, амфоры для масла, вина, зерна. Тогда тоже хранили в глине, как в самом лучшем материале. Вот эти-то самые гончары были людьми богатыми, искусными. А вот он не гончар, и не оружейник, и не кузнец, и не земледелец. А вот он занимается принципиально бесполезным делом. Но вот кому нахрен нужна музыка? С точки зрения грубого утилитаризма, который сейчас потихоньку торжествует. Или с точки зрения, например, марксистского взгляда на мир. Человек, который ничего не производит, он вроде бы кто не работает, тот не ест. А он что значит работает? Струны перебирают? А какая власть над душами? И какая власть даже над природой? Вот как греки понимали устройство мира. Они были очень далеки от примитивных, так сказать, экономических теорий. Они понимали, что миром правит не материальное. Миром правит совсем иное нечто. Потому Орфей никогда в своей жизни не брал в руки ничего кроме лиры. Ни меча, ни сахи, ни пастушеского посоха, ни гончарного круга, ничего. Ни руля корабельного. Вот он играл. А какая власть? На самом деле самая большая власть не у производящих, и не у торгующих, и не у воюющих, а у тех, у кого есть непосредственное воздействие на душу. Колоссальная сила искусства подчеркнута в этом мифе. И какой же народ дал больше образцов великого искусства, как не греки. Второй момент. Если человек предан какому-то искусству всецело, у него не должно быть детей. Они будут только унижать его дело, ибо они неизбежно будут хуже. Известно, что природа имеет подлые обычаи на детях отдыхать. Посмотрите на госпожу Арбакайте и на ее маму. Когда мама открывает рот и бухтит чудовищные глупости, ладно, но когда она выходит и поет, то боже ты мой. Да, и как природа отдохнула. Она же могла отдохнуть и поменьше. Но вот так. И это сплошь и рядом. В любых областях. В науке, в спорте, в военном деле, в искусстве. Это лучше, когда у великого человека, особенно очень великого, нет детей. Они будут неизбежно мельчить величину и значимость его имени. Но у великого человека должна быть любовь. Без подлинной любви, всеобъемлющей, не может быть настоящего искусства. В случае с Орфеем, настоящее ли это искусство, ого, еще и какое. И тут есть любовь. Но первичный импульс для искусства не любовь. Это как бы поддержание костра, а первичный импульс – дар богов. Он играет на золотой лире, которую боги подарили. То есть любовь – это момент вдохновения. Ну, я так скажу по-современному. Это катализатор. Но саму реакцию она не создает. Только боги могут быть вдохновителями искусства. Любовь побеждает смерть, о чем я вам говорил. Причем она побеждает и страх смерти. И он бестрепетно, не боясь погибнуть сам, или подвергнуться мукам, унижению, спускается за тенью своей возлюбленной Ваид. Может ли быть более великолепное, поэтичное воплощение силы любви? Ведь на свете дофига баб и тогда было. А вот у него жизнь не мила без его любимой. Может ли быть более прекрасный, поэтичный гимн любви, чем эта история? Искусство, смиряющее самые мрачные силы, в том числе силы ада. Здесь есть, конечно, элемент преувеличения. Вот тут, Леночка, миленькая, вот тут начинается миф. К сожалению, это не так. Если бы это было так, то там, например, сыграл бы Ростропович, да, и ублюдки перестали бы бомбить Югославию. А Милошевич перестал бы гнобить албанцев. Немецкие музыканты собрались бы, и Гитлер, расплакавшись, ушел бы в сортиры и повесился. Но этого же ничего не произошло. Ничуть. Вам известен случай, да, когда в 1942 году, товарищ Сталин, да, это Джугашвили, крикуха у него была Сталин. Он управлял тогда Советским Союзом. Слушал по радио, факт, это не миф, концерт. Играла пианистка Юдина. Он позвонил на радио и сказал, у вас есть запись? Она играла вживую. Ну, тогда же звукозапись была в зачаточном состоянии. Сидела и играла. Она была великая пианистка, одна из величайших пианисток, не только вот пианисток, женщин, но вообще всех прикасавшихся к фортепиано в двадцатом веке. А? Она не нуждалась, он мог ей дать все, что угодно. Он позвонил на радио и сказал, у вас есть запись, перепугавшаяся до смерти. Директор сказал, с перепугу есть. Он сказал, можно я завтра пришлю референта? Дайте, пожалуйста, пару пластинок. Тот позвонил Юдиной, объяснил. Значит, они собрали оркестр и сделали несколько экземпляров. Но это можно было только в Советском Союзе. И отдали. Вот. Он слушал это до конца своих дней. У него на... Это реальный факт. На столе лежало две пластинки с ее записями. И одна была заряжена прямо на вертушку. В момент, когда он помер. То есть, людоед людоедом, а Орфея слушать любил. Но у него был свой Орфей. Он послал ей письмо. И предложил большую сумму денег, и премию, и все дела. Она была очень верующей женщиной. В те времена это было... Это же не то, что сейчас. В те времена это было не то, что не популярно. А это был прямой путь к концу карьеры, если не к тюрьме. А она никого не скрывала. Ходила вот в оставшиеся церкви. Вот. Держала посты. Ну, в общем, вела себя с точки зрения коллег абсолютно безумно. Она написала ему письмо о том, что... Иосиф Александрович, я благодарю вас за дар, который я отдам там сиротам на детские дома. Мне ничего не нужно. Я трону то, что вас так порадовало мое искусство. Позвольте мне просить вас об одном. Я прошу вас разрешения молить Бога за вас, за то, чтобы Он простил вам все ваши великие прегрешения, пролетую кровь и все остальное. С уважением, Юнин. Макс Вреднич. Ну, вы себе представляете такое? Он и простил. Да. Не только него. Боже мой. Ну, естественно, это увидели шестерки. Он сказал, не трогать блаженную. После чего, конечно, она стала абсолютно неприкасаемой. Ну, ее, например, не выпустили за границу, куда ее приглашали. Да? С концерта. Это нет. Но здесь она была абсолютно уже на пьедестале. Никто не трогал ее. И даже ее в церковь всегда сопровождало двое НКВД-стов. Что не дай Бог, значит, комсомольцы. Да. На расстояние шли. А такая история. А? И у нее не было детей. Вот вам история Орфея, да? Вот вам история Орфея. Вот вам дикий зверь. Ну, уже что может быть более диким? И ведь он слушал Юдину. Я не знаю, плакал ли он, вспоминал ли он маму. Ну, что там у него же было человеческое в детстве, да? В юности, какую-то любовь. Он же не рассказывал никому. Но, видимо, раз он слушал, он понимал в музыке. То есть, он был не идиот. И со вкусом у него был полный порядок. Например, ему не нравился Маяковский как поэт, а нравился Пастернак. То есть, он правильно понимал. Все. Да. Но... Разве это смягчило его хоть на миллиметр? Нет, конечно. То есть, он отдавал ей должное, как пианистке. Ей лично он оставил в жизни возможность играть. Ну и что? Разве хоть одного человека... Если бы было так, как в мифе. Что вот играет орфей, и смягчаются сердца, и воины кладут копья, а разбойники кладут свои кистени, а звери там с плачем удаляются, есть солома. Но это не так. Это миф. Это есть некий какой великолепный идеал. Но это, конечно, в жизни недостижимо. Но, как некая планка, которая задается искусству. Сыграть так, чтобы смягчить даже самые злобные сердца. Наконец, ему сказано не оглядываться. Не оглядываться, кстати, сказано же не Лота. В Библии, помните? В книге Бытия. Когда ангелы Божьи уничтожают огнем и серой с небес города Содом и Гоморра за их прегрешения, выводят семью Лота, самого Лота, его дочерей и жену. А вот взятьев, мужей этих дочерей, женихов, они были засватаны, но еще не мужей, не выводят, потому что они усомнились. Жена идет последней. Ну, баба же с пожитыми, да, а это кто возьмет? И сказано не оглядываться. Но она, конечно, оглянулась и превратилась в соляной столб. Оглядываться нельзя. Вот это вот настойчиво повторяемый мотив. Почему? Почему нельзя оглядываться? Почему именно такой запрет? И почему люди обязательно это нарушают? И дура, баба, жена Лота, и умница, вдохновенный Орфей одинаково на этом прокололись. Все оглядываются, однако. Что за этим стоит? С этим миф хотел нам сказать. Да? Что есть такого в оглядывании назад? Это нас подводит к новому уровню разговора, что ли. Возговора о том, есть ли история человека регресс, деградация или прогресс? Дорога достижений. Мы идем вперед или мы идем назад? Мы все больше деградируем, откатываемся? Или наоборот? Мы, несмотря на все издержки, идем вперед к достижениям? Это вопрос вопросов. Для любого человека, в принципе. Как бы человек не был занят повседневными делами, добыванием бабла, выживанием и прочим, он все равно задумывается. А куда мы идем, собственно? Это важно для города, для страны, да? И это важно для цивилизации в целом. А есть ли смысл стараться вообще? Нафига все эти усилия? Большинству людей свойственно прошлое идеализировать. Вот раньше, это любимый запив. Да. Ну, вы еще не в таком возрасте, конечно. Это я уже в возрасте 80, я начинаю все чаще говорить, Боже мой, вот раньше... А раньше, скажу, было такое говно. Еще и вспоминать неохота. Я в 45, а в Салим, это было раньше? А раньше? Вот видите. Я не помню, если в 45 это было очень давно. Но сейчас в 80, я как бы думаю, да, раньше все было гораздо хуже. Да. И дело не в том, что изобрели мобильник и усовершенствовали унитаз. А хреновая жизнь была в моей молодости, например. Это вот брежневский застой пресловутый, ничего хорошего там не вижу. Кроме того факта, что я сам был молодой, и мои друзья и подруги были такими же. Я помню свое впечатление, когда я прочел Библию. Это была как раз молодость. И там я натолкнулся на фразу. И никогда не говори, как говорит Соломон, мудрейший из людей, не говори о том, что прежние дни были лучше нынешних. Ибо не от мудрости ты говоришь эту. Но все люди говорят одинаково. Как раньше было классно. То есть есть момент идеализации прошлого. И у каждого человека, и у общества в целом. Оглядываться, это, конечно, идеализировать прошлое. Вот это оглядываться назад. Не надо, нельзя оглядываться. Оглянулся, пропал. Оглянулся, либо потерял то, зачем шел, как с Валентикой Орфея. Или оглянулся совсем, пропал, как с женой Лота. Но в любом случае, как только оглянулся, так тебе и конец. Иди вперед смело, бей в барабаны, не бойся. Вот если бы люди научились это делать, но с другой стороны, как хорошо сказал Жванецкий, как я могу смотреть вперед, когда весь опыт сзади. Вот научиться не оглядываться, исключительно важная штука. Не оглядываться. Идти вперед. Те, кстати говоря, общества, которые не обременены грузом прошлого, гораздо динамичнее развиваются. Не по этому пути пошли большевики, которые все прошлое зачеркнули. Это у нас тоже тупиковым вариантом. Прошлое нужно какое-то. Вопрос какое? Все это бесконечно сложное цепь рассуждений. Нужно ли нам прошлое? Что значит не оглядываться? Но вот урок мифа заключается в том, что как только ты оглянулся, с этого момента ты пропал. Вот подумайте на это. А в греческой мысли, в мифологии, в философии, в эзотерике были разные взгляды насчет того, когда было лучше. Прежде? При золотом веке? Или золотой век еще впереди? А как вы думаете? Золотой век впереди или мы от него удаляемся? Сзади нет? Конечно впереди. Да. И хотя нам прошлого немножко жаль, лучше, конечно, впереди. Да. Я уверен, что-то так. Я не знаю, как вы думаете. Я уверен, что-то так, безусловно. То есть, ну, как будто движение человечества, движение вперед, от некой заданной точки вперед. Не одни сплошные достижения, как нас пытаются уверить наши друзья. Конечно, очень много проблем. потери, сдержать глупости, трагедии ужасных, тупиков. Но, в принципе, надо идти вперед. Но нет назад дороги. Об этом любопытнейшим образом рассказывает миф о Прометее, который удивительным образом с историей Орфея связан. Вот у вас Прометей с чем ассоциируется? Интересно, Оля показала вот так, а сам Аксоцируется. Огонь это вот так, да? Вот так. А, его надо держать в руках. Прометей? Да, факелом. С криком, фак ю, фак ю, сказал он бога, фак ел и вперед. Я вам расскажу правду. Или не надо рассказать правду? Конечно. Анюта, рассказать правду или пожалеть надо? Анюта, ну тяжело было слушать. Ну ладно. На самом деле, что было не так? Огонь по греческим мифам люди научились сами добывать. Он у них был уже. Опять-таки, есть разные версии мифов. Помните, я вам рассказывал? Да, разные версии мифов о Дионисе. Разные версии мифов о смерти Орфея. И вот тут тоже разные. Некоторые говорят, что Прометей научил всему. Люди вообще ничего не умели. Жили как животные в норах, которые рыли там ногтями. Не знали моногамного брака. Не знали одежды. Не умели соль использовать. Соль и весло. Два главных признака цивилизации для греков. Соль, весло, а потом к нему добавилось вино. Потому что животные или примитивные времена не солят пищу. Не умеют грести по морю. Ну разве только на какой-нибудь маленькой лодочке корабля не строят. И не изготавливают вина. Вот соль, весло, вина. И Прометей такой культурный герой, который всем этим изобретениям людей научил. А другие версии говорят, нет, это все было. И люди неплохо жили. Вот эта вот вторая версия очень любопытна. Она говорит, человечество жило единой семьей. Но она была принципиально отлична от нынешнего. В чем? Женщин не было. Ааа, я же ждал такой грамот. Заметьте, она молчала все это время. Чего для нее стоило все это время молчать? Но этого она прочтить не может. Ну ничего с ней нет женщин. Я, кстати, их закричал бы еще громче. Ничего. Не, их не было. Значит, по этой версии существовало общество одних мужчин, с которыми жили прекрасно, ибо им не из-за чего было ссориться. Да? По-братски, как братья. Делили они плоды поля, плоды моря, плоды охоты. И все у них было нормально. А как род человеческий продолжался? Рожали мужчины. Да, рожали. И ничего страшного в этом не видели. Это глупый штрих. Некий золотой век, при котором гомосексуальные отношения есть норма. А, собственно, никаких других и быть не может. И без баб живется очень неплохо. Прометей был титаном, который ходил время от времени к этим самым людям. Они в честь него устраивали игры, до которых он был охотник спортивный. Пели песни, плясали. И приносили ему жертвы. А он был такой хитрец. Трикстер такой, трюкач. И он придумал обмануть богов. И сказал, что когда будут приносить в жертву несколько быков, а был такой обычный, огромные бычьи туши. Это вершина жертвоприношения. Греки богам приносили жертвоприношения по восходящим. Сначала голубей, потом кроликов, потом крупных птиц, каких-нибудь лебедей, гусей, рыбу никогда. Потом, скажем, козлят, потом баранов, потом телят, и, наконец, быков. Апофеоз. Так вот, значит, когда этих быков приносят жертву, он сказал, вы возьмите себе весь ливер, потроха всякий, мясо, а кости натрите жиром, чтобы они блестели, и покажите это богам. Боги же слухи. Потом зажгите этот самый жир, но добавьте благовоние, чтобы аппетит возбудить. Ну, вот как на шашлычных, да, делают, да? Поворачивают это самое блюдо, чтобы оно пахло и народ привлекался. Так они и сделали. Науськанные, наученные Прометеем, спросили люди у богов, какую часть жертвы вы хотите, вот это, значит, мясо всякое там, барахло, которое они там замаскировали, поднегодное, или вот эти блестящие, великолепные, чудесные кости. Конечно, кости, сказали боги, ну и берите. И так они остались без мяса. За это, значит, Прометей был наказан, потому что боги очень быстро обнаружили обман, провели розыск. Люди, конечно, сдали Прометея тут же. Сказали, это он научил. И за это Прометей был наказан, вы знаете чем, да? Он же пожалел ливер, поэтому у него ливер, да? То есть песень, да? Орел и клевал долгое время. А по поводу людей, что они, значит, повелись на такое подлое дело Прометея, Зевс решил устроить им испытание и спросил, а как вы дальше собираетесь? Какую часть души вы собираетесь отдавать дальнейшим для жертвоприношения богам? Они сказали, ну то, что вам понравилось, то есть кости. Ах, гады, сказал Зевс. Ну я и раньше была у вас не очень хорошего мнения, но теперь не обижайтесь. И он послал им самое ужасное зло. Какое же? Женщину. Ну конечно же. Конечно. Да, как ее звали эту конкретную? А? Не. Не, 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 не. Не. Пандора. Ее звали Пандора, да. Пандора, во-первых, потому что каждый из богов что-то ей дал от себя. Пандора. Дар всех. А с другой стороны она всем дает. Тоже понятно. И существо, значит, с одной стороны необыкновенно привлекательное, ибо боги создали и очень красивой. Как пишет переводчик мифов в дореволюционной России. Приманчивая красота ея. Приманчивая. Ах, хорошая слева. Вот. Но дура, естественно. Дали они ей ларец, вы помните, наполненный несчастьями. И она его, естественно, открыла. Несчастья расплодились. И с тех пор род человеческий впал. Вот такое бедственное состояние. Таким образом, Прометей, если по этой версии мифа идти, он не только не способствовал прогрессу человечества, наоборот, он ответственный за нынешнее жалкое состояние упадок. Ибо теперь мужики ничего без женщины сделать не могут. Все, что они создали, включая электрические лапочки, не только ради них, а ради себя не хотят стараться. А только пьют пиво. Кроме того, из-за женщин, естественно, все на свете неприятности. Да, поскольку ради чего ссорятся? По большому счету, да? И за женщин, конечно. В той или иной степени. Когда уже мужчины выходят из состояния, когда они ссорятся из-за женщин, они уже, как правило, ничего не решают. По этой истории, золотой век человечества в прошлом, золотым веком человечества является отношение педерастии, гомосексуализма. И если оглядываться назад, можем ли мы достичь того состояния первознанной гармонии, которое было до Прометея? Нет. Нет. Кстати, люди, когда Зевс обнаружил обман Прометея, люди обнаружили, что еще до того, как послал он бабу в качестве наказания, Зевс еще и украл у людей огонь. Украл огонь. Почему? Потому что огонь был повинен в том, чтобы принесли в жертву не ту часть души. И огонь он у них забрал. А Прометей украл огонь назад. И вот, значит, вот эту часть мифа мы знаем как наиболее поэтичную и прекрасную. Совершенно непонятно, из-за чего, собственно, Прометей питал к людям такую страсть. Если мы в гомосексуальный момент примем его внимание, нам становится значительно более понятно, что-то он так о них пекся. Но вот именно тогда Прометей-то первым и сказал, нельзя оглядываться назад. Люди, по началу, почему он им огонь-то принес? Они стали говорить, ну не беда, мы и с этим состоянием справимся. Еще без всяких женщин. Но и без огня. Оказавшись без огня, они впали в состояние первобытной дикости. Они не могут ни варить, ни жарить, ни приносить жертвы богам. То есть два главных состояния, которые цивилизованных людей, эллинов, от дикарей и варваров отличают. Употребление в пищу жареного, приготовленного, а не соленого, и почитание богов, как новый духовный уровень. А без огня ни то ни другое невозможно. Очаги их там запустили. И они вдруг стали находить для себя в этом приятность. Они стали деградировать. Они оглянулись назад и стали деградировать. Тут-то он им огонь назад и принес. И вот за это уже все суровое наказание на него обрушилось. Назад наглядываться нельзя. Вот теперь хорошо ли живется с женщинами? Ну по-разному. Но теперь уже без них нельзя. Привыкли уже. Да? То есть желать опять того прежнего состояния, это впасть в ту же первобытную дикость. Найти вперед, усовершенствовать эти отношения. Улучшать их, а не возвращаться к той первозданной жизни. Потому что так можно дойти до полной дикости и первобытности без огня с поеданием сырого и с житьем в норах, которые люди в песке роют себе ногтями. Вот такие дела. Вот что такое не оглядываться в этой системе. Иди вперед. Гермес, известный вам персонаж. Гермес самый прогрессивный из греческих богов. Он как раз поклонник прогресса в силу наклонностей своих. Он покровительствует как раз тем людям, которые менее всего смотрят назад, а которые охотнее всего внедряют разные инновации. Он покровительствует торговцам, ворам, которые очень охотно внедряют всякие технологические штуки. Посмотрите на распространение пиратской индустрии, диски и все прочее. Это не те пираты, которые у Сомали, а те пираты, которые фигачат в миллионах копий фильм, который еще не вышел на экран. Чем абсолютно подрывают и музыкальную индустрию, и кино, если не будут приняты меры. Об этом говорят все крупнейшие продюсеры. Свернется производство просто. Нет смысла вкладывать такую бумагу в вещи, которые заранее не окутятся. Вот вам пиратство. Это не безобидная вещь. А страны, в которых пиратство процветает и совершенно очевидно поддерживается государством, ничего не хотят делать для того, чтобы пиратские вражеские технологии свернуть. Эти страны, прежде всего, конечно, Китай и... Ну еще есть одна, Северная Китай, но не Корея. Да, какие-то дела. Так вот, Гермес, он покровитель всякого рода инноваций. Он, наоборот, призывает идти вперед. Он летит, он не стоит. Вот прообраз делового человека, у которого ни секунды свободного времени. Он все время занят каким-нибудь бизнесом. У него крылатый жезл кадуцей. Видите, на нем крылья и на нем змея. Вот с помощью этого крылатого жезла он может давать процветание в торговых ли сделках, во всяких там коммерческих операциях, в воровстве, кстати, тоже, если его ублажить. То есть, он человек, если он убрал человека, он существо беспринципное. Каким и должен быть торговец? Да? Ему все равно, на основе чего складывается прибыль. Ну, современные банки, конечно, они таковы, но в греческие времена беспринципность была просто беченна. Кадуцей. Жезл называется Кадуцей. Какое из общественных движений могло взять Гермеса в качестве своего излюбленного покровителя? Как это ни странно, масоны. И не потому, что они были сгодны к воровству, но они не видели этой, как бы, ипостаси Гермеса. Они все больше управляли на торговлю. И говорили о том, что вот без торговли, как связи между народами, невозможен общественный прогресс. А торговля ведь вещь, которая уничтожает межнациональные перевернутки. Ведь теоретически все русские надо торговать и практически, кстати, тоже. Если вам один и тот же товар предлагает, ну, допустим, индиец, араб, еврей, немец и русский. Причем русские-то и самую большую цену просят, да? Вот араб второе. А тогда, как проклятый индиец или страшно сказать еврей, продает дешевле всего. Торговец купит у того, кто продает дешевле. Идеологические соображения его не интересуют. В этом смысле, торговля главный враг всех идеологий. Поскольку ее интересует только прибыль. Гермес, смотрите, сколько у него крыльев. У него крылья на жезле, на сандалиях и на шлеме. То есть он весь такой летучий. А вот это и есть торговля, преодолевающая любые границы, любые расстояния. Для нее ничего, никаких преград нет. Сквозь любые заборы, ворота, шлагбаумы, естественно, торговая прибыль пробьет себе дорогу. Вот гермес, существо, которое будучи привнесено в мистерии, дает совершенно другую окраску всему, что там происходит. Это стремление преуспеть в этом мире. Не только думать о бессмертии, как во время дионисийских мистерий. Не только возмышлять о высоком, например, о том, что искусство смиряет нравы и любовь побеждает смерть, как в случае орфических мистерий. Орфические мистерии не отличались принципиально от дионисийских. То же таинство разрывания, то же оплакивание, блуждание орфея в лабиринтах Аида в поисках эвредики. Точно так же, как блуждание души диониса перед его разрыванием жестокими титанами. То есть принципиально все то же самое повторялось. Но мистерии диониса завершались тем, что он воскрес и бог торжествует. А мистерии орфея завершались жалобной нотой, трагической. О том, что нет, он не воскрес и эвредику он потерял. Лишь одна голова его, унесенная музами на остров Лесбос, продолжает своими золотыми устами изрекать божественные звуки. В орфических трагедиях больший элемент трагизма бытия. А Гермес? Вот он же, да? Тут он еще из кувшинчика масла благовонного. Вон его жезл кадуцея в другой руке, вы видите его, да? Такой популярный персонаж. Гермес весь устремлен к этому миру. Вы изображение Гермеса можете увидеть на банках, на торговых конторах, на мореходных всяких фирмах. Очень много изображений Гермеса на домах в Питере. Очень много. В Москве нет, потому что он же чуждый языческий бог. И, естественно, православие, которое тут торжествовало, норовило его соскоблить, сломать, соскрести. И очень преуспели. Но кое-где есть. Изображений Бога нет, конечно, но кадуцеи кое-где есть. Вот если вы будете меня сильно просить, я тоже здесь тоже. Недалеко, кстати. На чистых прудах, да, есть на улице Чаплыгина и на других. Есть дома, где были в начале 20-го и в конце 19-го торговые предприятия разнообразные. И там этот самый кадуцей сохранился еще. Даже в Москве. Ну а где-нибудь в Риге или там в Лондоне, в Брюсселе, в Нью-Йорке, в городах, которые выросли на торговые, там этих знаков кадуцея просто величайшее множество. И там никто не видел в этом никакого противоречия, скажем, с христианством, да, с католичеством, протестантством и прочим. Но православие, как известно, все мешает. Вот. Орфический символ, который во множестве мистерий средневековых многообразно использовался. Орфическое яйцо, как это называется. Яйцо, оплетенное змеей. Картина Дали есть. Мы ее не сделали, но, может быть, вы найдете в интернете. Если нет, мы вам ее пришпандорим к списку слайдов. Рождение геополитического младенца, где из огромного яйца рождается человек. Ну вот, по-моему, реальный человек, взрослый, да, он как-то вот выходит из этого яйца, как мог бы выходить из какого-нибудь скафандра. Вот мир в состоянии зародыша в этом яйце. Змея, как мудрейший из существ, такова она описана в Библии. Змей был хитрее всех зверей полевых, да. Такова змея-мудрость на жезле Гермеса в Кадуцея, да, потому что он самая мудрая, естественно, существо, берет себе в Средчики. Никакого у него там тигра кровожадного, да, ни волка, ни рыбу тупую, а змею. Потому что со змеей можно посоветоваться. От чего змея считалась такой умной, вы помните? Змея считалась существом, овладевшим тайной бессмертией, ибо она меняет кожу. Змея реально линяет, это факт, это не миф. Она скидывает шкуру, но она не овладела тайной бессмертией, она все равно помрет после нескольких линек. Но когда люди видели, как змея меняет кожу, они были в полном убеждении, что змея перерождается. Она овладела тайной бессмертией. Может ли быть величайшая мудрость? Вот почему змей у множества народов, у средиземноморских, у всех, почитался самым мудрым из животных. Хотя, реально, змеи, они довольно тупые существа. Ну, совсем примитивные, да, рептилии. По сравнению, скажем, с высшими животными, с собаками, лошадьми, их же никакого сравнения нет. А это вот чисто мифологический сюжет. То есть вот эту часть змеиной жизни, да, сбрасывания шкуры, люди принимали за то, что змея уже овладела тем, к чему все человеческие умы так стремятся. Тайная бессмертия. Змея, проглотившая собственные волосы. Это фигура, уроборос она называется, уроборос. Символ вечного движения времени, циклического, ибо циклосторических колесов. Циклического движения времени. Кто овладел мудростью змеи, тот вечно будет перерождаться, вечно будет двигаться, как чешуйки по этому бесконечному телу змеи. И тот никогда не умрет, не исчезнет. Овладеть змеиной мудростью одна из целей людей, принимавших участие в орфических мистериях и в древности, и в средние века. В орфических? Да, в орфических. Орфические мистерии в средневековье были очень популярны среди части алхимиков. Они назывались там, мы дойдем до этого, в нашем же курсе, только попозже, конечно. Алхимическая свадьба. Или химическая свадьба. Когда человек, как бы, так сказать, перерождался. И это вот как раз отсылает к этим орфическим мистериям. Когда человек становится змеей, а змея меняет кожу, человек меняет облик, перерождается и таким образом обретает бессмертие. Орфей и мудрость? Орфей и мудрость? Несовместимы к вашему вещи? Ну в чем мудрость орфей? Знал секреты управления всеми живыми существами? Не к этому ли люди стремятся в повседневных своих манипуляциях? Давайте эту связь проследим. Вот смотрите. Орфей, как мы его знаем из мифов, жил себе прекрасно такой пасторальной пастушийской жизнью при своей вредике. Орфей, как персонаж мифов второго порядка. То есть тех мифов, о которых уже свои мифы сложены. Понимаете ситуацию, да? Он стал мыслиться людьми, как существо, которое над всем в природе имеет власть. К чему стремится человек, который хочет преуспеть? А что он вышел из ада? И из ада он вышел, и животные к его ногам склонялись, и дубы столетние за ним шли, да? И разбойники там его не трогали, и воины склоняли перед ним мечи и копья. Вот к чему тут Гермес? Гермес бог этого мира, да? Его не интересует, что там будет в следующем. Его интересует здесь. Побольше бабла, богатство, а раз богатство, то есть власть. То есть он приобретает власть, Гермес, самым, ну я бы сказал, конвенциональным путем. Что такое власть над людьми? Это деньги. Гермес понимает, что власть денег гораздо круче, чем власть оружия. Безусловно. Вы-то с вами знаем. Вам как работник почтового ящика. Это понятно. Поэтому совсем простые люди понимают власть как власть царскую или власть воинскую. Люди хитрые понимают власть как власть денежную, власть финансовую, имущественную. И, наконец, мудрые понимают как подлинную власть, как власть над душами. То есть Орфей взял у Гермеса змею как символ мудрости. Вот он, пожалуйста, Орфей, оплетенный змеей. Вот он там с факелом, а вокруг него это как бы такой якобы зодиакальный круг. Это те животные, которых он приручил. Которые по знаку его лиры готовы на все, что он там попросит. Вот он оплетен змеей как символ мудрости. То есть он взял у Гермеса силу мудрости. Но власть, которую он, Орфей, приобрел над людьми, это власть совершенно иного, высшего порядка. Вот запомните эту трехчастную схему. Простоки воюют. Воюют кулаком, дубиной, автоматом, копьем. Вот они так понимают, что это власть над людьми. Хитрые или умные, что возможно одно и то же, копят бабло, имущественную силу, да? Движимое и недвижимое имущество, золото, деньги, активы, ну и так далее. А по-настоящему мудрые приобретают власть над душами. И эта власть самая сильная. Вот к чему нас учит эта песня. Настоящая власть не у Гермеса. Подлинная мудрость открывается тем из орфиков, да? Из тех поклонников орфического культа, которые вышли за пределы вот этого мира. А этот мир, он, собственно, весь войной и деньгами исчерпывается. По большому счёту. Они приобрели иное измерение. Ну вот философы, видите, обходятся без женщин. Обсуждают судьбы мира. И что, плохо им живётся, скажите? Хорошо? Конечно, мы тут домой. А пришёл домой, там ты сидишь, да? Не, я думаю, что им не очень хорошо живётся, конечно. Они тяготятся. Вот вам классическая пифагорейская орфическая мистерия. Да, конечно, рисунок не аутентичный. Но рисунок воспроизводит довольно точно. А не аутентичный не тех времён, да? Рисунок – это 19-20 века. Изображение орфической мистерии. Прежде всего посмотрите, как посвящаемый расположен. То есть мы бы сказали распят на кресте, который мы называем Андреевским, в форме латинской «x», да? Но тогда это, конечно, никаким распятия не было. Этот человек приобретает новое качество, новое естество. Вот, говорят, факелы, вот жрец в рогатой змеиной короне со скипетром. Ибо всякий жрец есть пастырь душ. А у пастуха жезл – неотъемлемая часть его атрибута, да? Поэтому отсюда жезлы, скипетры у всех монархов и у всех духовных милеров. У епископов, да, жезлы, например. Ибо это пастыри. Он называется иерафант. А вот вокруг стоят приверженцы, люди разного рода. Я думаю, что всё, сплошь, мужчина. И подвергается этот испытуемый разного рода… Ну, я бы не сказал пытка, но скорее испытание, да? Испытуемое испытание мне хорошо звучит. Но кандидат, да, тот, который хочет пройти посвящение, его подвергают разного рода испытания. Есть и физические, да. Но должен он сказать, что ведь во всех практиках духовных обязательно физические испытания присутствовали. перед тем, как принять в буддийский монастырь юношу, когда он из послушника переходил уже в монахи. А это три года тяжёлого труда, самого неблагодарного, уборка там отхожих мест, ранний подъём, колка дров, таскания воды. Вот после трёх лет этого, если он продолжал хотеть быть монахом, тогда его брели наголо, а так он носил волосы. Короткие, но носил, а монах волосы сбрёвал. И ему на свежезбритую лысину ставили толстую свечу, а она горела. И он должен был прямо стоять, а оно же стекает. И горячее. Ну то есть это не смертельно, но попробуйте. И он должен, не дрогнув... Как вариант. Как вариант. И вот он должен стоять и не моргнув глазом в прямом и в переносном смысле, и никак не выдав ни боли, ни волнения, ни страха. Ну в общем никак. Совершенно спокойно, не повышая голоса, не дёргаясь. Беседовать на духовные темы. Его спрашивает наставник и братья. Он должен отвечать. Вот он, пожалуйста. То есть это что такое, как не испытание? Причём довольно жёсткое. Ну то есть он не умрёт от этого. Это не страшное страдание. Но попробуйте не ахнуть, не крикнуть. Да, вот какое самообладание требуется. А не прошёл, извини. Значит её в монахи не годится. Вот такие были требования. Суровые, кстати говоря, вещи проходили и католические монахи, которые в некоторых монастырях по уставу полагалось перед тем, как пройти пострижение, навицию, то есть послушнику, да, перед тем, как он станет монахом, пройти через очень суровые вещи. Очень суровые. Как вам нравится такая штука в ордене святого Бруно? Ну, сажали человека в такую специальную клетку, её по-хитрому делали, у неё нет равновесия. Она всё время в состоянии неустойчивого равновесия. Всё время меняет своё положение. Надо сутки в ней прожить. Это чудовищная вещь. Дурак сходил с ума через несколько часов. Но надо не потерять, в изменчивом мире, не потерять равновесие. Вот сутки надо там провести. А это может быть хуже, чем любое прижигание факелом голых пяток. Суровый был отбор. Поэтому что за это удивляет? Не каждого брали. Вот на этом стоит эзотерика. Помните, мы сами схемку рисовали красивую, да? Цветную. Помните, по объёму зелёный сектор был насколько меньше всего остального? Потому что отбор был совершенно иной. Иные абсолютно требования качественные предлагались кандидатам. Да? А потому эзотерика и жива до сих пор, в отличие, скажем, от многих религий и церквей, которые абсолютно сгнились внутри. Отбор был другой. Физические испытания, особенно для мужчины, вещь необходима. Поскольку жизнь мужчин и женщин, наверное, в меньшей степени. То есть не то же предстоят испытания ужасные. Одни роды чего стоят, не дай бог. Попробуй попроси мужика родить, я в него посмотрю. Но для мужчины считается необходимым условием его мужского статуса умение переносить бой. Воин, охотник, ну как он из этого, да? Поэтому это вас объявлять не должно. А это ведь посвящение именно в такую вот высокую степень братства. Значит, братья должны тебе доверять. Вот такие дела. Ну вот, кстати, отсюда Андреевский крест. Видите, как много в христианстве, которого мы так имеем, да, мы подбираемся. Как много вещей христианство заимствовало из греческой практики, которая потом объявила языческой. Все это уничтожило. Естественно, все святилища были сожжены, разрушены. Вся эта традиция предана за греческой, не проклята. Вот так вот люди поступают со своими учителями и духовными наставниками. Да. У вас есть ученики? Старайтесь для них побольше, да. Старайтесь побольше, Анютки. Богиня Церера Персифона, покровительница мистерий. Вот перед ней два льва. Заметьте, два льва, зеркало и корона. Да, вот на три элемента ее декора, да. Обратим внимание. На троне царя Соломона в Иерусалимском храме тоже были подлокотники из двух львов. Причем, иной раз они становились живыми, чем безумно пугали львов. Но царь имел сказать слово, и они опять застывали. Зеркало, потому что какая же она женщина без зеркала. И корона. Вот богиня-поведительница мистерий. Многие вещи прямо ей посвящались. И в эллифсинских мистериях, с которых мы начали наш разговор, она главная героиня. Она главная героиня. И вот на зеркало, обратите внимание, зеркало припопытнейшее изобретение человечества. У животных ведь зеркал нет, то и нафига бы они им были нужны? Животные смотрятся в зеркалах? Нет? Естественное. Они осоздают что-то они. И начинают лавить на этого гада, который там. Знаменитый мультик, помните, да? То есть он гавкает, и тот из воды на него лает, а ты улыбнись, и тот... У нас такая притча про то, что как ты к миру, так и мир к тебе. На самом деле зеркало – вещь абсолютно чудовищная. Вы не догадываетесь о том, какой негодяй это все изобрет? Да? Зеркала же, они же все хуже со временем, да? Да. Вот я помню, в советское время, в котором я ничего хорошего сказать не могу, зеркала-то были ничего. Так пройдешь, ну, чего так рожа? Сейчас ужас. С мобильным мобильником, а зеркала страшные. Так не может же быть такое. Вот вам, пожалуйста. Зеркало у богини не зря. Это зеркало – оно как бы атрибут богини. Ибо богиня всегда остается молодой. И в этом ее насмешка над смертными женщинами. А смертные женщины, они прибавляются. Они только лучше, конечно, становятся. Но возраст прибавляют. То есть им после восемнадцати становится двадцать один. Потом двадцать два, двадцать два, двадцать два. И так долго-долго до двадцати шести. Вот. После двадцати шести, ну, по-разному. Вот таким путем. Зеркало – вещь исключительного коварства. То есть богиня, с одной стороны, она покровительствует людям. Она направляет их на путь мистерии, на путь обретения бессмертия. С другой стороны, она тремя своими атрибутами показывает разницу в своем божественном положении по сравнению с человеческим. Люди могут щелкнуть пальцами, и звери превратятся в каменное извояние и начнут их случаться. Нет, только орфей. А она может этих львов, рыкающих, не бояться. Люди не увенчаны короной. А на ней корона есть. Она королева подземного царства. Она может жить. Вы же помните, да, Персифона, Церера? Она живет и у мужа своего в мрачном царстве тени, в аду, то есть среди мертвых, и здесь, среди людей. А люди, увы, или там, или здесь. Или там, или здесь. А она может в двух состояниях. И, наконец, зеркало. Зеркало – это власть над временем. Вот над ней время не властно, она всегда молодая. У богов же нет возраста, да? Вот ветреная геба, кормя зелесого орла, громя кипящий кубок с неба, смеясь на землю продал. Геба всегда девушка юная. Вот она всегда и будет девой. Никогда не станет женщиной. Да, а остальные богини – зрелые дамы. Никогда не застарятся, они станут злобными, желчными матронами. Нет. Да, мужчины все в расцвете сил. В самом соку. Гермес – вечно юн, никогда не постареет, не отдумается. Зеркало – это победа над временем. У античных женщин, у греческих и римских, римляне заимствовали это все у греков, конечно, был обычай и поэтичный, и такой щемяще грустный одновременно. Составил он в том, что женщина посвящала свое зеркало богине Венере Афродите. Ну, сколько вот у вас тут сидят барышни и дамы, вы можете сосчитать, сколько у вас в жизни было зеркал? Где даже страшно сказать? Да? И вам придет в голову их счета? Потому что оно стоит копейки. В те времена зеркала, стекла не знали. Их секреты о амальгаме не знали. Все гораздо позже изобрели. Мужчины, для вас же. Но зеркала делались из металла. Из бронзы дорогой, из серебра. Эти его надо было отшлифовать соответствующим образом. А всякая шлифовка, знаете, какой труд. Все же руками и тщательнейшим образом, чтобы кривизна была. Это охренительная работа. Потому оно такое было дорогое. Потом еще где-то это серебро в высокой пробы. Само по себе возьмешь. Или бронзу хорошую. То есть зеркала стоили очень большого бабла. Да? Очень большого бабла. И зеркало было у женщины одно. Ну, даже знаешь, с чем сравнить сейчас? Сейчас всего настолько много. Вот некий как бы товар, да? Ну, кольцо, например. Кольцо от бабушки. Перешло на фамильное. Вот с этим зеркалом можно было сравнить. Дарили зеркало, как правило, девушке во время первых менструаций. Или чуть позже во время ее обручения. В самом худом случае на свадьбу. Ну, конечно, как правило, гораздо раньше. Как же она до свадьбы будет? Ну, хорошо же смотреться. И зеркало с ней шло всю ее жизнь. Даже рабыням, ну, высокопоставленным, да? Скажем, каким-нибудь служанкам знатных господинь. Иной раз оставляли зеркала. Вот такое было уважение к предметам. И с этим зеркалом, значит, женщина проходила все стадии своей жизни. И когда она уже смотрелась в него и понимала, что зеркало совсем не выполняет свои фус, скурвило зеркало окончательно, она его посвящала Венере. То есть, ну, как они реально делали? Или они его бросали в жертвенный огонь, и оно там переплавлялось, и из нее делали новое, да? Ну, такой символический. И огонь не очищает, и огонь дает новое качество. Женщина отказывалась от зеркала. Это как бы символический момент. Она выходит из числа женщин-соблазнительниц, красавиц. Ее внешность не интересует, больше пугает, да? И она уже главным вопросом женской сущности, как я выгляжу, уже не озабочена. Очень такой грустный и тяжелый, на самом деле, обычай. Множество поэтов писали по этому поводу. И от лица женщин, якобы, да? Поэты мужчины писали эти стихи. Как себя чувствует женщина в этот момент. И созерцая, да? Как какие-то красавицы былых времен, за которыми там все убивались. И он помнит, Боже мой, сейчас вот она стоит и смотрит в это зеркало. И черты ее он описывает даже и не хочет. Такое она стала. И вот она, значит, это зеркало дарит Венере. А почему Венера? Венера-то всегда молодая. А какое зеркало предлагали дарить христианские монахи красавицам? То зеркало, которое бы никогда не врало, всегда напоминало бы женщинам об истинном положении вещей. Череп. Череп. Ибо вот к чему мы все придем. Вот, мол, череп прекраснейший из жительниц Афин. Вот посмотрите. Хороший подарок, правда? По большому счету так оно и есть. Но никто почему-то брать не хотел. Так что зеркало у богини, это победа над временем, которая, возможно, посвященной в мистерию и может добиться. Но, скорее, это атрибут богов. Это не атрибут смертных людей. Вот к чему стремились люди в мистериях? Чтобы приобрести свойства, которые атрибуты богов, но не людей. Ну, бессмертия, скажем. Или какую-то неслыханную удачу. И вот, например, вечную красоту и вечную молодость. Это во всех сказках, во всех народах, о чем просят вечная красота и молодость. Как только слово вечное, так тут привкус мифам. Этого не может быть. Именно потому этого так страстно желают. Ибо вечное, вне временное, это атрибут богов. Как только человек просит вечного чего-то, он хочет перейти в категорию богов. Да? Этого Фауст просит у Мефистофеля, остановись мгновение. Он просит вечного. Мефистофель понимает, что этого не может быть. Ну, как дьявол. Говорит, хорошо, я сделаю. Понимаешь? Он, конечно, врёт. Он его обманет. Но, когда тот поймёт, будет поздно. Мы заговорились о времени, и время нас и подкульнело. Виттуальная маска. Предыдущая у нас была наша любимица, да? Давайте через маску посмотрим, что у нас. Вот. Это та же... Ну, хотите на маску посмотреть? Не знаю, потушитель свет. Это отрывок из трактата алхимического. Здесь изображена маска божества, маска богини, да? По мнению автора этого трактата, вот такую маску следовало посвящённым во время мистерии одевать. И это, так сказать, человека на этот момент отождествляло с Богом. Вам известно слово «персона»? Что оно означает? Индивидуально всё это. Запомнивайте слова. Есть какие-то другие мнения? Персона? Личность. Персона – это маска, это личина. То есть, если вы говорите об этом как о личности или как о индивидуальности, то значит, вы в хорошей компании. Большинство людей так считают и ошибаются. Персона – это личина. Это то, что носили как раз люди, которые истинную свою морду хотели по каким-то причинам скрыть. Да, это там ту маску, которую одевали, например, в театрах. А для нас персона – это как раз личность. То есть, мы все носим маски. Реально, да? И то, что слово «персона» стало символом индивидуальности и личности, есть вещь далеко не случайная. Потому что люди не стремятся узнать, кто реально перед ними, а довольствуется маской. И чем эта маска лучше выполнена, тем она и красивее. Вот это одна из таких масок, которую носили и в театре, и во время публичных представлений, и во время жертвоприношений, и во время мистерий. Какую маску мы носим? Мы носим маску того существа, за которого мы бы хотели, чтобы нас принимали, да? То есть, мы не таковы, но носим маску. Да? Ну, скажем, я ношу маску доброго дядюшки. Понимаете? И плохо. Плохо? Да? То есть, клики видны, да? Все равно уши там торчат острые, покрытые шерстем. Такие дела. Ну, каждый носит маску некую, да? У вас, я думаю, не одна в запасе? Ну, вот. Это гардероб. Конечно. И эти маски какие? Не знаю. Редко кто носит маску человека, да, которого те черты, которым он не хотел бы обладать, да? Как правило, все носят маски для этих людей привлекательные. Носить маску – это означает себя отождествить с этим персонажем, в чем маску ты носишь. Ну, например, детишки в детском саду или давно-то иной раз в школе. Они входят в образ, да, вот они зайчики, там, снежинки, медведики. Вот на них приятно смотреть. В этот момент вот он полностью, да, это дитё, всегда отождествляет с этим медвежонком или там зайчиком. Это редко бывает. Персонаж. А? Персонаж. Да, ну, персонаж – это персоны, конечно. Такое театральное слово, да? Персонаж – чисто французское слово. Все, что заканчивается на суффикс «же», это на наш любимый, это французский окончательно. Как-то поехали мы в молодости мои с друзьями отдыхать на море. И как-то очень быстро все деньги потратили. Там продавали, это было под Одессой, и там было белое вино. И как-то через неделю уже и всё. Надо было резко подрабатывать. И вот, значит, мы кто чем, и мы там им зафигачили в лагерях пионерских, тогда же это было распространённый вид отдыха. Праздники Нептуна. Кто играл в Нептуна, вполне понятно. Она же чёрная была борода. Да, ну, они там свиты и всякое такое. И, значит, там и русалки были. В общем, было хорошо. Мы не жалели ни в каком смысле, да, про эту идею. Платили мало, но как-то там угощали. В общем, классно. И в одном из лагерей, я как-то не все мне слились в одно, а это я так чётко запомнил. Я с этой бородой там ещё дополнительной, да, в этой простыне, ну, Нептуна. Значит, в метку там выплыли, пришли, все визжат. Ну, ребятишки постарше там они как-то, а то совсем младшие, да. И один, значит, прибился вот к нам. Вот он хотел быть в свите Нептуна, да. Он-то и нёс простыни. Ну, куда его? И мы, ну, мы же там репликами обмениваем, всегда там богостреля, там вот это, там всегда, да. А он, значит, громко вслух говорим. Ну, в традиции. В школы Станиславского. И я другу Грише говорю, мол, тихо так продолжаем, да. Вот, и надо помыслить, потому что там через полтора часа, нужно же ещё по вину, мы зачем сюда пришли? Представление делать. А идти в следующий лагерь. Давай, ну, на, вот. Вот, а пацанчик, значит, смотрит с удовольствием, как русалки там с пиратами танцуют и всё прочее. И тут Гриша, который там, то ли старший пират, или хрен за кого там, водяного изображал, и так хорошо изображал, страшно. Вдруг он, значит, смотрит на часы. Вот, и говорит мне, да не переживай, но он так по-другому сказал. Не переживай, мол, совсем, да, не волнуйся. Всё, мол, будет класс, времени ещё много. Ну, вот я перевожу на русский язык, удобоваримый. Пацан облез. И он думал, как я отреагирую. А я, как Нептун, ну, как я должен был поступить? Миш пепелить, там, ударить жезлом, да. А я вместо этого сказал, что, мол, да, всё класс. Ну, это тоже перевожу, да. Всё, мол, типа, будет хорошо. И попросил его заколоть тут мне невидимочкой такой, которую дала там одна русалка, чтобы не слезал парик. И он заколол. Пацан умер от ужаса. Вот всё для него померкло. Да, мы забрали у него ощущение маски, ощущение причастности. Суки мы. Вот это вот один из самых ужасных поступков, которые мы совершили, я думаю. Что если старик кого-нибудь спросит, то он спросит, прежде всего, а зачем вы гады-то, да, пацану? И не шуме будут идти. Из-за вина всё проклятое. Пьянство, боль. Вот. Вот такая вот штуковина. Это вот полный, изумительный случай вхождения человека в состояние сопереживания. Я думаю, для современного театрального зрителя это невозможно. Я думаю, что дистанция всегда есть. Это сохраняется только в том случае, если человек чувствует себя вовлечённым. Помните, я вам рассказывал в начале ещё того прежнего курса, да, про пляски шаманов на Альхоне, которые я видел. Ну, потому что я лично видел, да. Про мексиканскую процессию, когда там. Вот народ живёт в этом. В те времена античные, мне кажется, слияние персонажа с маской было плотно. То есть вот человек на тот момент, как он эту маску носил, он всё чувствовал богом или богиней. Это неважно. В греческом театре ведь все женские роли играли мужчины. Это, кажется, их совершенно не смущало. Для них это не было барьером. Вот. И вот себя богиней чувствовал, какой-нибудь Церерой, там, Персифоной, да, Герой. Именно вот так. Эта маска — это способ сменить индивидуальность, сменить личину. Это то же самое. Только без химической свадьбы и без, помните, это змею, без чешуек этих перевоплощений. А вот на время стать другим. Исключительно привлекательная для человека стихия. Потому что театр никогда не умрёт. Никогда. Живой. Потому что любой будет в это вовлекаться. В целлулоидную плёнку мы никак не вовлечёмся так. Какие там они эффекты компьютерные, звук там, хоть запах пойдёт из четвёртого ряда. Ничего это не даст того эффекта. Как непосредственно, особенно когда ты видишь живого человека, живого, реально, да. С жилкой у виска, да. Там что-то отстегнулось, или там хриплость, пот, который выступил над бровями. Это всё вовлекает просто безумно человека вот в это вот ощущение единого пространства переживания. Вот в этом корень мистерии. Поэтому маска — это персона. Это возможность свою личность на чужую на время поменять. Стать иным. Вот кто из вас хочет преуспеть в мистериях, подумайте, какую бы маску вы могли бы носить, скажем, в течение трёх часов. Прийти, например, на работу и какую-то совершенно иную маску одеть. Знаете, что бы вам сказали коллеги? Но зато так было бы интересно. Ну а кто хочет по-настоящему преуспеть в мистериях, я им ещё задам вопрос. Это, видите, едет богиня. И, ну, что обычно влечёт колесницу смертных? Ну, мулы, ослы, ну конь, быки, да, если это медленно. А тут львы. И как они выступают чинно, да? Вот. Стоит, видимо, некий жрец. Ибо у него посох, а это ритуальный элемент жреца. И, по-видимому, я так думаю, это бомбин какой-то, в который он бьёт для привлечения народа, для того, чтобы, значит, задавать некий ритм. И она бьёт в такой же, ну, в свой божественный. И мерно колесница. Видите, как они выступают в уйд, да? Вот так вот она потихонечку уезжает в город. Музыка! То, о чём мы должны были поговорить, я вам обещал в самом начале. Музыкальная стихия для греков была исключительно важна. Вот, перечитайте Библию. Там про музыку, ну, ничего не сказано. Кроме того, как в салмах, какие-то странные музыкальные инструменты, какие-то кимвалы, кимпаны, цитры. Это всё русский перевод исключительно, вероятно, неудачный. Что такое кимвал или кимпан? Мы с трудом себе представляем. Есть название этих инструментов на еврейке, и даже есть попытка их реконструкции. Примерно мы себе представляем, что это было и как оно звучало. Но, в принципе, стихия звука, музыкального, совершенно в Библии не представлена. Это несправедливо то, что Бог как раз словом общается. Главная молитва начинается со слова «слушай». Да, слушай, Израиль, Бог един. Бог говорит с людьми, это словесно. Но это именно словесное общение. Вот как, знаете, приёмник. Речь передаёт мужик и нет. То есть, весь огромный пласт музыкальной культуры для людей, писавших Библию, был, видимо, вполне чужд. А для греков – нет. Они разработали лады различные. Дорейские, ионические. Мы ещё дойдём до Пифагора. Пифагор вычислил математически время и тон звучания каждой струны. Определенно, в каком расстоянии надо порожки эти делать, чтобы по-разному эти лады звучали. Всё это греческие изобретения. Всё это греческие изобретения. И разными ладами музыкальными вводили они людей абсолютно в разное состояние. От лирической расслабленности и полной апатии до воинственной мобилизованности, агрессии и желание немедленно идти в бой. То есть была музыка, которая предписывала слушать юношеству, воинам, выступавшим на битву, а была музыка специально для дев. А если это ещё девы, а не женщины, то какую-то музыку они могут слушать, а какую-то нет. То есть более жёсткий запрет, чем сейчас на любую порнографию или на любые видеопродукты. Вот как серьёзные греки относились к музыке. Нам это в голову не придёт. Правда? Вот мы можем там следить за тем, у кого есть дети, чтобы оно дитё не то смотрело, по сайтам не шарилось, чтобы не видело. А что дитё слышит? Вы когда не задавались с таким вопросом? Вот что мы слышим? Что слышит дитё? Вот если бы мы относились с такой же неразборчивостью к еде, любой без нас давно бы помер. То есть для нас звуковая стихия утратила свою значимость. Это из-за чего? Из-за христианства, конечно. Потому что оно не уделяет музыкальной стихии никакого влияния, какое это было у греков. И мы живём в полной какафонии. То есть звук дерьма нас окружает. Абсолютное дерьмо вокруг. Чудовищное. Какие звуки мы слышим, вы только вспомните. Лязг, грохот, визг, машины. Но ничего страшного. Когда мы говорим про экологию, обычно говорят, что что-то плохо пахнет. Или высокая концентрация веществ. Но про шум мы только не вспоминаем. А это же страшно угнетающая вещь. Вот рост депрессии в городах. Почему их гораздо больше в крупных городах и мегаполисах, чем в городах мелких? Из-за шума. То есть настоящий шумовой террор. Натуральный. Но этот террор никто не специально делает. А просто никто не обращает внимания. Но представьте себе, если бы все люди поступали бы, ну например, как жители монгольских улусов или городов, а по ломоизму гадить, испражняться. Человек может в любом месте лучше всего на зеленую траву. Чтобы часть себя сразу становилась частью природы. Вот теперь представьте. Да, вот люди идут по большому городу, типа Москвы. И где приспичило, там оно и в кайф. И причем все ищут зеленую траву, которой не так много в центре. Ну, кто же самый там победней на асфальте. Представляете, что в нашей жизни пролетится? Вот мы сейчас спроецируем эту ситуацию. Если каждый будет вести себя в этой сфере, да, как ему хочется. Вот со звуками люди ведут себя ровно так. Никто не считается с чувствами окружающих. Мы это просто не замечаем. Я это привожу в сравнение для того, чтобы мы поняли, насколько далеко наша нынешняя цивилизация, тоже цивилизация, конечно. Насколько она далеко отстоит от греческой. Греки в этом плане были гораздо мудрее нас. И достичь, скажем, власти над душами, над сердцами людей, конечно, музыкально проще и эффективнее, чем словесами. Слово обращается к разуму. И пока оно доходит, это же столько преград. Да и сколько мы понимаем в этом слое, как мы его истолковываем. Да, вот я вам сейчас что-то такое говорю, а вы что-то такое слушаете. А если бы я, не дай Бог, вас спросил. Я иногда спрашиваю, что народ пишет. Читаю, это же страшное дело. Ничего такого я, конечно, никогда в жизни не говорю. Да, это я не мог сказать. Да, но народ пишет, причем с усерден таким. А вот музыка, она воспринимается людьми вполне однозначно. Ну, я пытаюсь, я пытаюсь. Вот сейчас мы пытаемся Кобзона и Киркорова выйти из большой эстрады. И день этот недалек. Ну, а неужели вам не приходит в голову, что музыка – это отражение определяющей действительности, и что в данный момент она просто может и дропа, и в то же время это какая-то защита? И представьте себе, вот, скажите, я одну секунду скажу. Вот у меня классический мозг. Если я, например, какому-нибудь сегодня мой мозг сейчас поставлю, то я ему только дать три дня. Но я не могу себе позволить, я абсолютно не защищена перед ним. Не могу я себя вернуть от того национального состояния. Можно еще какой-нибудь Кобзонский коробок? Я говорил не столько о Кобзоне с Киркоровым, сколько о звуках, ну, однозначно вредных. Про шум строительства, про автомобили, про грохот, про ругань, про крики. Я говорил в основном про такого рода звуки – строительные, промышленные, транспортные. Про попсу, ну, какие времена такие песни. И, как бы, Кобзон мне нравится чуть больше, Киркоров совсем нет. Но это дело вкуса. И как раз об этом я не говорил. У кого-то Киркоров вызывает слезы. Ну, и почему я должен его судить? Пусть она плачет. Там у него есть дивная песня «Если ты меня разлюбишь, в тот же вечер я умру». Я думаю, неужели его, блядь, никто не разлюбил? Вот его любят до сих пор. Как это жалко. Красавица женщина. Ну, что же вы его не разлюбили? Не женщины его любят. Женщины, женщины. К сожалению, да. В этом проблема, да. Такие-то дела. Я говорил, Вера, в основном, о таком терроре, да, шумовом. Вы его легко, кстати, себе можете вообразить. Ну, особенно в таком шумнейшем городе, как Москва. Если говорить о Орфее, владыке человеческих душ, то ведь он этого добивался звуками. Может ли такое быть? Возможно ли, чтобы человек там как-то заиграл? Есть рассказы Паустовского «Слепой повар», не читали? Где Моцарт заходит случайно, ну, как советский рассказ, к умирающему повару. Там его дочка просит утешить, там, принять, да-да-да-да, исповедь у своего слепого отца. Тот играет на старом клавесине, с каких хренов клавесин у повара. Да, стоивший огромных бабок по тем временам. Ну, советский рассказ. И тот, значит, видит и свою невесту Марту еще молодую, и яблоневый сад, и все такое, ну, такая поэтическая фикция. Наверное, может его создать, я не знаю. Но я вот думаю, я занимался, как человек абсолютно глухой, я много интересовался тем, а вот как реагируют слушающие? Слышащие. Я тоже слушающий, но я не слышащий, да? Как вот слышащие реагируют на звуки? И некоторые говорили, как вы, очень-то поэтично, да? Вот прямо одна женщина сказала, меня музыкой можно пытать. Вот как вы, да? Вот. И всякие такие поэтические вещи я слышал. Наверное, это правда. Я думаю, почему советская власть так упорно боролась с джазом? Хрен ли джаз? Что не было других забот? Но джаз – это музыка свободы. Это действительно свобода, импровизация, отсутствие авторитета. Ну что может быть ужасней для иерархического, закрытого, структурированного авторитарного общества? Свобода. Поэтому джаз вызывал такую дикую ненависть. Совершенно непропорционально. Ну что? Причем же негры, вроде угнетенные, да? А вот в этом что-то есть, конечно. И мне кажется, вот если говорить о мистериях, колоссальный эффект достигался именно подбором звучащей музыки. Подбором звучащей музыки. Вот на тренингах, которые я делаю, я ставлю иной раз некие мелодии и смотрю, как люди реагируют. Люди прямо на ходу меняются. Ну, дикие звери остаются дикими зверями, да? И баран не превращается в мыслителя. Но люди меняются на ходу. Вот улыбки появляются у них, да? Они расслабляются, когти втягивают многие. Так еще. Даже трехметровые бывают. Раз и назад. Вот как-то так. Закрывают пасть. Оказалось, никогда тут такие клыки. И вдруг раз, да, улыбка. То есть происходит некое непосредственное воздействие. Я думаю, что если эту тему разрабатывать, мы же очень многое достичь. И те, кто идут по этому пути, у этих людей самая большая власть над душами. Среди всех религий и их музыкальных практик, которые я по мере сил изучал, конечно, самого колоссального воздействия добился католицизм. Как наиболее образованной из ветвей религии. Да, ну вся европейская образованность, это же католицизм. Он ее создал, и он же ее и порождение, да? Тут такой взаимообусловленный процесс. И, конечно, когда звучит в соборе орган, то что тут можно добавлять, да? И посмотрите, как по-разному ведут себя люди в разных храмах. Очень интересно это смотреть. Как ведут себя простенькие баптисты, которые поют великолепные такие свои простые слова на мотив популярных песен. Там, например, парней так много холостых, они поют там про Духа Святого. На этом мире там подмосковные вечера. И как звучит латынь непонятная, непостижимая какая-то, небесная латынь, да, сопровождаемая звуками органа. Вот, мне кажется, в мистериях это учитывалось. И в некоторых мистериях требовалось, чтобы люди знали греческий язык, ибо им нужно было какие-то части текста говорить осмысленно. А в другом случае принципиально использовалась старая речь. Как писал Исхил, Гомерово наречие. Для него это уже была седая древность. Старше, чем для нас слово о полку Игореве. Нелепо лебяшите, да. Вот так. И это производилось сильнейшее впечатление. В непонятной, или, скажем так, совсем непонятной тоже плохо, если бы по-китайски молились. Но вот полупонятные слова, да, то есть когда что-то пробивается, и вот этот вот флер непонятности, но в то же время ты осознаешь, о чем идет речь, с музыкальной стихией. Это, мне кажется, самое мистериальное музыкальное окружение. Вот если в Игореве не только играл, он же и пел. Мне кажется, он многое пел на непонятном для них языке. Звери же не понимали, о чем он же пел по-гречески. Не все звери знают по-гречески. Некоторые по-болгарски, по-сербски, по-македонски. Но они же плакали. Вот мне кажется, он произвел точно такое впечатление, как хорист и орган, латинские звуки, латинское мессо в католическом соборе. Когда все понимают, что говорит Бог. Но что он именно говорит, они не понимают. Но то, что говорит Бог, сомнений нет. Вот мне казалось важным сказать вам эти слова о музыке, как о составной части мистерии. Без этого и греческая культура, и греческий культ мистериальный были бы для нас непонятны. Ну, это понятно, да? Персифона и Диметра. Да. Ну вот, как вы столкуете такой рисунок? Современный человек рисует свое ощущение после мистерии. Вот нечто является. Помните, мы в прошлый раз видели рисунок свечу и там некий такой девичий профиль, да? Видение, да? Такое. Вот видение и видение. Вот эти две красавицы, да? Одна, видимо, поет в экстазе, слизывая мед со своих пальцев, та, которая слева, а вторая поет. Заметьте, поют женщины, что же само по себе нехорошо. Но вот тут именно они, да? Это же хвосты. А что? Почему это еще хвосты? Ну, а что хвосты? Ну, хвосты, хвилля. Могут быть русалки, они же, кстати говоря, из селены, да? Все-таки мы столько великолепно пели, да? И завлекали. Завлекали. Но разве они тут завлекают кого? Вот это существо, которое там в середине, это кто? Тоже с хвостом. Да. Разве они кого завлекают? Нет, но там, блин, очень хорошая женщина. Вот кто это? Кто это такого? Царица Русалыча? Царица Русалыча? Царица Русалыча? Царица Русалыча. Вот что это дело. Больное воображение там. Не-не, на больном это вы забудьте. Больное воображение – это биржа труда. Тут нет ничего больного. Вот так человек представляет себя. И вроде как и хвосты. С другой стороны, такой экстаз. Русалки ж холодные существа. Они живут же, да? Они хладнокровные, как рыбы. И память у них, как у рыбки. То есть, кто следующий встречается с акулой? Рыба что забывает? Почему рыба не сходит с ума? После встречи со столькими хищниками. Забывает сразу всё. Вот если бы вы встретили акулу, вы бы забыли это? Как вы думаете? А она сразу. И опять с собой принял. А тут такой вот экстаз и вдохновение. Вот мне показался таким интересным этот рисунок. Я не знаю, как его столковать. И кто рисовал его? Мужчина или это какая-то девушка с наклонностью к девушкам же? Потому что женщины изображены очень комплиментарно. Это луна над какими-то волнами. Вот почему-то у меня этот рисунок ассоциируется с мистерием. Что-то такое таинственное, непонятное, загадочное и не могущее быть до конца объяснимым. Потому что если мистерию можно объяснить до конца, это не мистерия. Это не мистерия. Вот, мои дорогие. Значит, мы на сегодня... Ну, давайте переглянем в предыдущий раз, он вам так понравился. Тут, смотрите, какая штука в этом сложность моей миссии и прелесть этого рисунка. Словами не все можно исчерпать. Спросили как-то у замечательного режиссера Завадского, почему он так не любит критиков театральных. Он сказал, что критики – это люди, которые уничтожают всякую тайну. Они пытаются словами все объяснить. Ничего более гадкого на свете быть не может. А театр, он весь из тайны состоит. Из недоговоренности, недосказанности, намека, полутени, полутонов. В этом, собственно, искусство и состоит. А оно все пересказывает. Вот представьте себе, что ваше, так сказать, любовное свидание, пылкость чувств, неловкость пальцев, смелость глаз и робость рук. Какие там еще слова говорят. Все это начинает описано быть протокольным языком. Таким полумедицинским, полу юридическим. В этот момент это будет ужасно. Слова вытаскивают все на поверхность и свет все убивает. Свет все убивает. Мысль изреченная есть ложь. То есть есть вещи, которые нужно думать, но не произносить. А мы же с вами все пытаемся. Ну, я пытаюсь. Вы меня не останавливаете уволено. А я пытаюсь все в слова облить, что, конечно, изначально задача невозможная и ненужная, на самом деле. Потому что это, получается, роль того же гнусного театрального критика, который мешал Юлию Завадскому. Тайну нельзя в слова обратить. Вот мистерию надо пережить, я думаю. Вот этот опыт мы с вами там заканчиваем уже потихонечку. Сейчас еще там у нас есть несколько про Атлантиды. Об Атлантиде мы скажем. Это остров. Кто не видит, это некий остров. Хреново видно так. Ну, это обычный остров. Некий. Перейдем к Атлантиде движением островами, скажем о них буквально пару слов. Я хочу закончить вот такую эмоционально-чувствительную часть. Видите ли, если вам удастся пережить мистериальное переживание, это будет здорово. Это ощущение ничем заменить нельзя. Надо именно пережить. Вот как первая любовь. Но где, ну, как сложится. Кто-то чувствительным к музыке, для кого-то там театральное переживание, для кого-то чувственное влюбиться. Или наоборот, разбитое сердце, да, разбилось лишь сердце моё. Это очень сильные все вещи, которые на людей такого рода воздействия оказывают. Либо в церкви, но в церкви все. Может быть. Может быть в каком-то храме не своей религии. А вот как-то зайти там, например, в пагоду, условно, да. И там что-то такое. Для меня это самый, как бы, короткий путь к переживанию мистерии. Попробуйте. Этот опыт вас исключительно обогатит. То есть, ну, вот мы сейчас с вами говорим, как устроен велосипед. И как на нём ездить, и как прям хорошо ветер свистит в ушах. А вы попробуйте поехать. Это совершенно другое. Совершенно другое чувство, да. Если вы поедете на этом велосипеде, то ваш опыт жизненный станет не сравненно богаче. Вот Таня, которая присутствует здесь, она лучший в мире преподаватель танго. И сама она великолепно танцует, и учит всех, лучше всех. Это правда. Нет, это факт. А я никогда в жизни не опробовал потанцевать. То я думаю, количество учениц у Таня было меньше. Потому что коллег, конечно, танцуют. И зато я взялся на спорт. Рассказывать людям, что чувствует человек, который танцует танго. И в припадке красноречия довольно хорошо описал. Но я опирался там на американских авторов. Например, на Борхеса в меньшей степени, на поэзию. А твои впечатления у вас? Нет, это я никогда не танцевал танго. Но я жалел женщин, я всегда их любил очень. И поэтому мне было жалко. Я представлялся, что с ними будет в процессе танца. Если топтаться, я могу, но танцевать точно. Там же сложные движения. Это будет как бронетранспортер на детской площадке. Такое ощущение. Много движения, пыли. И сплошные критики. Да! И вот мне сказала замечательная девушка одна. Как у вас замечательно выходит рассказ. Сразу чувствуется, что вы опытный танцор. Видите как? Да. То есть мне удалось эту красотку обмануть. У меня не было такой цели. Я просто так. Для эксперимента. Вы все время меня обманываете. Я описываю эти абсолютные переживания человека, которые в течение танго-фестиваля получают ночью напролет. Ну скажем, дни пять. Это, разумеется, пост там сидеть просто не было. Ну как-то не удалось. Это, разумеется, немного длина. Ну потому что надо как-то себя поддерживать. Это, разумеется, едва понятные звуки на испанском. Ну, ты понимаешь, спрашиваешь, что? Ну почему там? Правда, у меня есть масса песен про бедную маму, два лошадь. Ну и варь. 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 К маме. Лошадь опоздала. И эта музыка, она фантастическая, но и лучшая. Не стиль абсолютно. Но я сейчас так слушаю. Откуда я оттуда? Ну вот. Видите. Потому что я опытный танцор. Такие дела. То есть, это я к чему? Иной раз прочитанное, услышанное воспринимается как пережитое. Я это очень хорошо знаю. Я сейчас вам скажу почему. А это ложный опыт. Я представляю себе, как оно должно было бы быть или могло бы быть, но на самом деле я этого не переживал. Может, если я переживу, это будет иное совсем. Да. Лучше или хуже, или более интенсивно. Совсем может быть, но иное. Вот эта вот проблема, между прочим, нас с вами. Мы ведь уже с вами давно оторвались от внешнего круга. Помните? Мы уже давно в кругу внутренне. Мы говорим о вещах сокровенных. Но. Это у нас уже проблемы иного уровня. Иного порядка. Одна из наших проблем. Мы об очень многом знаем теоретически. Но практически это не прочувствовали, не пережили, не пропустили через себя. То есть, это сплошное теоретизирование. Как говорила старая дева Эльза в одном замечательном романе. Я столько слышал о любви, что мне кажется, я сама была неоднократно влюблена. Да. Убежденнейшая старая дева. Вот такая вот штуковина. Один рассказ Бабеля, замечательный, начинается дивной фразой. Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Вот от многой информации, особенно вот в детстве, в юности, да, у людей связывается впечатление, я это наблюдал на себе. То есть, ну, как будто я... У меня ничего-то не было. Чего нет? Извините. У меня был лук в детстве. Я очень рада, что я открылась к Бальзаму. У меня было... Бальзам? Это какой-то катарсик в детской душе, но и действительно получается, что это Бой жизненный опыт. Но он ложный. Но он ложный, конечно, да. Вот так иметь это... Но он опыт, но он ложный. Тут я подписываюсь под обеими фразами. И именно начинать их над словом «но». Но он опыт, но он ложный, да. То есть и то, и другое верно. На самом деле имейте в виду, чтобы не складывалось впечатление у вас обманчиво, но поскольку вы об этом слышали, да, вы об этом знаете, то вы... Это не так. Это та часть знания, которая приобретается только через переживания. Такие дела. Ну что, про острова блаженных. Это связано с той частью нашей лекции, где мы говорили с вами о том, впереди ли золотой век или сзади. Острова блаженных и Атлантида – это однозначно ретроградный, регрессивный миф. О том, что раньше все было хорошо. Атлантиду ищут, ищут Шамбалу, а находят только Камбалу. Это и то в Таммате, блин. Редкая мерзость. Ищут всякие страны. Греки помещали своих богов на гору Олимп, очень быстро на нее забрались, там нет ничего, как и на Парнасе. Индийцы поумнее загнали богов в Гималайи, туда попробуй заберись. Но, однако, и там исследовано все. Какая уж там Шамбала. Это для чего все? Как мне кажется, психологическая и теологическая подоплека рассуждений про острова блаженных. Вот эта красотка, следующая будет красотка у нас. Вот она живет, видите, на этих блаженных островитике, там красавицы живут необыкновенные, неземные. А среди нас там такие разные ходят. А дальше, вот Атлантида. Ну, вы усекаете, да? Видите, вот она еще стоит, Атлантида. Ну, это, видимо, храм. Вон людишки там спасаются, да? Сооружения. Видите, люди, там они как горох. Вот гигантская волна накрывает. Ну, во-первых, уже теперь понятно, каких волн не может быть. Самое грандиозное цунами не может такого размера достичь. Цунами берет не столько высотой волны, сколько тем, что вода непрерывно пребывает. Но вот эти все страсти, да, которые рождались в воспаленном мозгу, о том, что волна высотой, там, выше самых высоких стал, это не может быть. Это в природе такого просто не бывает, даже во время самых больших штормов. Кроме того, самые большие шторма не доходят до побережья. Они гаснут в открытом море. Чем ближе к побережью, тем меньше волна. Ну, и кроме того, Средиземное море, извините меня, при его мелкости, а по-настоящему большие шторма бывают на больших глубинах. Значит, большую массу надо поднять. В Средиземном море, при всем уважении к нему, никаких таких страстей быть не может. Атлантида и Аполлодор и Платон помещали именно там. Поэтому это, конечно, воображение. И следующая картинка. Ну, тут уже, видите, она затоплена. Все так великолепно сохранилось. Ну, тут какие-то крабы, там, акулы, косяки рыб. Среди статуй, масок, да, храма, колонн и всякое такое. Это, конечно, людское воображение, что такое нет. Потому что нашли, нашли какие-то обломки статуй, нашли амфоры. Ну, это, по-видимому, результаты кораблекрушений. Может быть, какие-то городки прибрежные и смыло действительно там какими-то ужасными волнами или дождями вниз. Но Атлантида, как идеальное государство, наверное, никогда не существовало. Это выдумка. Оно же, как описано Платоном и Аполлодором, абсолютно идеально. Там нет вражды. Этот, Прометеевы, времена до проклятых баб. А тут было до проклятой волны. То есть до чего-то проклятого, которое вмешивается в этот золотой век. Такого не может быть. Наш мир так устроен, что не бывает в нем ничего идеального. И идеального государства по Платону не может быть. И идеальной земли Атлантиды и блаженных островов. С их незаходящим солнцем, четырьмя урожаями. И людьми, которые улыбаются друг другу все время. А там отсутствует ревность, зависть, насилие, жестокость. Этого не может быть, потому что это в человеческой природе заложено. Все эти черты, которые нам же не нравятся. Поэтому нет в Атлантиды. Но почему люди ищут ее? Не умерла эта страсть ее искать в самых дальних краях. Почему так упорно ищут Шамбалу? Почему ищут какие-то там затерянные миры? И это психологически отсылает нас к той же самой мысли. Раньше было лучше. Вот если мы поймем, как у них было. Мы восстановим эту предустановленную гармонию. И тогда вся вот эта жизнь, она как шелуха спадет. А мы вернемся к тем прекрасным блаженным временам. Это ерунда. Такого не может быть. Это иллюзия. Вот это иллюзия. Это не миф. Это иллюзия. Точно так же, как острова блаженных отсылают, или там же Шамбала, к идее, что боги вмешаются, и наша жизнь пойдет по-другому. А они не будут вмешиваться. А счастья бояться не надо. Его нет. Боги не станут вмешиваться. Людям надо брать на себя свою собственную судьбу. Но это как раз больше всего и страшит. И миф об Атлантиде и блаженных островах, он перекликается с вот этим доприметериевым, якобы счастливым состоянием. Оно навсегда потеряно. И по этому поводу как раз более права Библия. Людей изгнали из рая. Из-за баб, конечно. Ну, мы не будем сейчас это акцентировать, но мы знаем из-за чего там все это было. И теперь есть вход в рай? Нет. Ангел с пылающим мечом заграждает дорогу. Сколько хочешь, оглядываешься. Ты уже туда не попадешь. Вот это правильная идея. Вот эта идея правильная. Ты можешь сколько угодно сожалеть, вспоминать, ностальгировать, как там было классно. Но попасть туда не попадешь. Ангел с пылающим мечом пустит. Все. Иди вперед. Вот на этом я хотел бы сегодняшнюю часть разговора закончить, перейдя к вашим вопросам. И мы с вами некоторый круг мистерий исчерпали. Мы говорили об Арфичерских, и о Дионисийских, и об Оливсинских мистериях. Как мне кажется, поняли к чему стремились люди во время этих мистерий. Что хотели они обрести. Почему идея мистерий жива по сию пору. Почему она жива до сих пор. Что есть власть над душами. И что побуждало людей и в древние времена и сейчас. так внимательно мистериальный опыт изучать. Что за этим стоит. И мечта о бессмертии. И мечта о Золотом веке. И мечта об изменении человеческой природы. И конечно мечта о власти над душами. Все это вот в мистериальном опыте есть. Такие дела мои дорогие. Какие у вас вопросы по сегодняшним разговорам. А вот несмотря на работу политограмма. Вот по-моему туда вот в эту теорию об Атлантиде. И от Теченна призывающих. По-моему туда социалисты, эллофисты. Сен-Симон, Оуэрн, Фурье. Они туда очень хорошо вписываются с этой точки зрения. Ну с точки зрения так сказать первобытного коммунизма якобы. Какого тоже никогда не было на самом деле. Они его придумали. Они же ведь придумали из себя целый мир. Все эти Сен-Симон, и Фурье, и Оуэрн, и Маркс потом с Эндельсом. Они придумали некий иной мир, которого реальности нет. На самом деле только их воображение существует. А потом эту утопию постарались осуществить. Ну не Маркса, а уже его последователи конечно. По их мнению, да, был некий первобытный коммунизм. Когда все якобы делилось поровну между членами племен. И люди жили в состоянии как бы некоторого равенства. А потом имущественное расстояние людей испортило. Это взгляд Руссо на первобытного дикаря. На дикаря не испорченного. Руссо и Шотабриан, это конец 18 века, так рассуждали. Что цивилизация людей портит. А первозданная жизнь на природе делает дикаря благородным, совестливым, подельчивым и так далее. То есть когда познакомились реально с существовавшими на ту пору дикарями. В Амазонии, в Австралии, в Африке, в Канаде кстати. То обнаружили что-то злобнейшие и мерзкие существа. И ничего похожего на этого первобытного дикаря или коммунистическую подельчивость у них нет. Никакой такой сознательности. И в этих всех племенах все живут по-разному. Точно так же как все живут и в наших городах. Но просто формы владения собственностью разные и количество этой собственности. Это понятно. А так-то человеческую природу никак не изменишь. Про Атлантиду любили вспоминать те, кто... Так же говорить про утопию. Томас Мор, утопия. Хотя он жив в Англии уже в средние века. Понимал, что никакой Атлантиды нет. Выдумал он это все. Для чего? Чтобы показать как низко пал нынешний мир. Как мы все погрязли в жадности, в скалидности, в меркантилизме, в жестокости, черствости друг по отношению к другу. И как прекрасно можно жить, когда ничего этого нет. А оно всегда будет. Надо не пытаться мечтать о золотом веке. И не пытаться кастрировать людей, чтобы не было сексуальных преступлений. А надо воспитывать в людях лучшее. И иметь дело с тем человеком, который реально существует на свете. Какими он создал Бог. А не пытаться улучшать. Вот в этом проблема. Но это не очень осознается людьми. Ну потихонечку, постепенно, медленно. Последний опыт Атлантиды и Шамбала, не могу не поделиться с вами, дорогие. Но это последнее. Это, конечно, космос. Белка и Стрелка, знакомы вам такие, да, члены партии? Да, летчики-космонавты. Вот, полетели. Потом Гагарин, графского рода. Как человек с такой фамилией в пролетарском государстве мог стать первым космонавтом? Не Петров, да, и не Хреноглотов, а Гагарин. А это ж княжеская фамилия, между прочим. Вот оно как. Даже не графская, а княжеская. Из столбовых дворян. О чем, кстати говоря, история умолчала. Да? Вот оно ведь как. Любопытно. Бум! Кто постарше помнит, какой был в 60-х годах по поводу космонавтики. На Марсе будут яблони цвести. И вот мы прилетим, а нас там встречают братья по разуму, там всякое такое. Тут оказалось, что нигде никого нет, блин. Все ушли на фронт или на дискотеку. Ни в Солнечной системе, ни дальше. И вот нету никого нигде. И интерес к космосу моментально увел. То есть он продержался лет 10-15. Пока была надежда встретить жизнь. А без жизни нам космос не нужен. Даже больше того, если мы встретим жизнь. Ну, встретили? Да, на Марсе есть бактерии. Это доказано, да? Ну, а что нам бактерии? Нам нужна разумная жизнь. Аэлита какая-нибудь, да? Вот разлита кактусная пол-литра, и на Марс уносится из баб. Мужики, ищите аэлиту. А почему? Аэлита лучше из баб. Вот в этом смысле, как разумная жизнь, нам нужен космос. Жизнь она не оказалась. Ну, в тех пределах, которые мы можем обозреть. С помощью даже радио-телескопов. Интерес общественного моментального пола. Это были поиски Шамбала. Это были поиски Атлантиды. Некоего разума, который прилетит и все решит. Скажут, о, ребята, вы уже полетели в космос, какие вы классные. Вот. А теперь, слушайте, мы вас научим остальному. А они, блин, не летят. Никак. Последнее из Атлантиды, это, конечно, все эти разговоры про УФО, про НЛО, про якобы инопланетян, которые тут кишат и делать им больше нехрен, кроме как нам помогать. Ну, вы бы на их месте нам стали бы помогать. А они же еще хуже. Вот таким путем. Это вот последний всплеск разговоров про Атлантиду, только в ином качестве. Не подзыводном, не подземном, да? И не каком-то там горно-воздушном, а уже совершенно таком космическом. Вот такая вот штука эта. Вот так, мои дорогие. Вот там. Есть еще вопросы? Да. Ну, давайте. Вопсомный вопрос про Кенгитрея. В те времена, когда они не лет, жили только мужчины. Обещали, они понятия женщины вообще не знали? Не, они не знали. А богини же были женщины? Ну, богини были далеко. Нет, ну, то есть они поняли, то есть они знали, что там и женщин, а здесь нету, и их не было. Я не знаю, воспринимали ли они богинь как женщина. Сейчас я вопсоменович, вяческую. Не знаю, воспринимали ли они богинь как женщину. Во всяком случае, они не завидовали в этом плане богам. Они не знали, что с ними можно делать? Да, да. И что женщины будут делать с ними? Вот почему они не знают. Это было некое навязательное такое. Я думаю, это миф. Люди всегда знали про женщин. Это миф о том, что как вот классно бы мужикам жилось, если бы проклятых бог не было. То есть, как хорошо бы жилось, если бы не было чего-то проклятого, это люди всегда повторяют. Вот представляете, если убрать жидов, как было бы лучше. Убрали жидов, оказалось только хуже. Да? Спросите азербайджанцев, почему они живут плохо? Из-за армян. Убрали армян из Баку, самая пакинская торговля рухнула. Спросите у любого соседа, да? Почему? Сосед виноват. Украинцы, поляк. Для поляка немец и так далее. Ну, а самый генеральный ураг, конечно, бабы. Как бы мы, мужики, классно без бабы жили? Да никуда бы мы без дохреб стали. Но это одна из таких вот невероятных иллюзий. Что вот если нечто убрать, нечто убрать, да? То мы бы тогда... Ну, а плохому танцору все даже мешает. Если нет женщин, так это можно и убрать. Тогда, кстати, как бы мы танцевали без этого всего. А? Не ходится даже дома. Но танго бы нет. Какие другие? Воинственные. Воинственные. Таким путем. Это мифологическая иллюзия, которая на кого-то перекладывает ответственность. Вот мы сейчас живем плохо, потом почему? Ну, из-за женщин, конечно. Из-за них мы ссоримся. А так, мы мужики какие классные. Как бы мы зажили без женщин? По-братски, Боже мой. Так, мои дорогие, ну что? Тогда я с вами прощаюсь до следующей среды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok